Звучало неправильно, как только она пришла в гневе, первое, что она сделала, это не найти горничную, а убить защитника Тантиня. Как ни посмотри, это давало людям ощущение уничтожения трупа. Однако, если было сказано, что Небесная Дева Иньмэй пришла из-за гнева, и она могла только выразить свой гнев таким образом, это было разумно. Но это тоже было слишком странно. Ее интуиция подсказывала Танваню, что это дело не будет слишком простым. Понятно, где сейчас Тантянь. Иньмэй просила что-нибудь, спросил Танван низким голосом и успокоился. Мастер Тантянь сейчас содержится в клане Девятихвостого Небесного Леса, и семье нелегко справиться с этим, поспешно ответил охранник. Я понимаю. Танван кивнул, зная о таких вещах, семья не могла стоять ни по какой причине, была ли она правдой или рассчитанной, это уже было известно всему городу. Лицо семьи Тан было отброшено. По ее мнению, если этот вопрос был рассчитан, вероятно, это было то, о чем хотела упомянуть Иньмэй. Хотя за бизнес-альянсом Ванда стоял клан Девятихвостого Небесного Леса, он был не единственным в своем роде. Иньмэй была у власти в течение короткого периода времени, и в сочетании с ее юным возрастом ее убедительная власть в деловом альянсе Ванда не была сильной. Поэтому иногда у них двоих неизбежно возникали трения и ссоры. Будучи старшей, она была намного более зрелой и сильной, чем Иньмэй, с точки зрения способностей запястья. Было бы простительно, если бы Иньмэй была замышлена для этого. Я переоценил характер этой Иньмэй, она даже планировала использовать этот метод, чтобы преследовать меня. Интересно, есть ли у нее еще уловки? Танван нахмурился, затем вышел из двора, собираясь уйти. Просто до этого она планировала сначала связаться с Чухао, но новости, которые она получила позже, сделали ее немного беспомощной, поэтому в конце концов она могла только сдаться. Чухао не был в древнем королевстве алых птиц, но бросился туда, где разразилось бедствие небесного вымирания. Даже если бы что-то случилось, он ничего не мог с собой поделать. Изначально она планировала позволить Чухао сопровождать ее для большей безопасности и уверенности. На этот раз искупление не должно быть слишком простым, семья должна быть проинформирована. Хотя дедушка ненавидит Тантиня, он не будет сидеть сложа руки и смотреть, как его захватывает клан Девятихвостого Небесного Леса. На моей стороне недостаточно сильных людей. Беспокойство в темноте становится все сильнее. Мне нужно послать более сильных людей из семьи. Думая так, Танван отправилась и сообщила своей семье. Отправив сообщение, в конце концов, лучше быть полностью подготовленным. Эта божественная способность предсказывать несчастье и удачи позволила ей избежать многих кризисов. В древнем городе Золотого Хребта, где жила семья Тан, как первая семья древнего города Золотого Хребта, семья Тан имела ответвление по всему верхнему царству. Но настоящая семья Тан располагалась в маленьком мире в древнем городе Золотого Хребта, и только несколько культиваторов действительно знали об этом. Семья Тан вошла в ДА через бизнес, и их сеть отношений была запутанной, что было чрезвычайно известно в Верхнем Царстве. Когда-то в семье Тан жил Вундеркинд, чей талант к бизнесу не имел себе равных в истории. Другими словами, он развил неприметную маленькую семью до такой степени, что многие секты бессмертных не осмеливаются недооценивать ее. В этот момент в маленьком мире семья Тан, он казался чрезвычайно обширным и безграничным. Множество существ и культиваторов приходили и уходили, а божественный остров-дворец парил в воздухе, выглядя чрезвычайно величественным и древним. В самом роскошном дворце в центре высокий и энергичный старик без гнева и престижа разбил перед собой стол. Его ужасающая аура бушевала в пустоте, как будто собиралась все сломать. Он был нынешним лордом семьи Тан, мистер Тан. На столе был камень памяти, присланный иньмой. Черт возьми, этот Тан Тянь только и знает, что доставляет мне неприятности весь день. Я не знаю, сможет ли он избавить меня от неприятностей. Он пытается меня разозлить. Под ним группа крупных фигур из семьи Тан молчала и не осмеливалась говорить. Когда дедушка Тан сердился, любой, кто посмеет его прервать, даже самый благосклонный потомок, будет оштрафован на три месяца заключения. Он просто продолжает доставлять мне неприятности. Может быть, в будущем богатство моей семьи Тан упадет на этого недостойного потомка? После этого дедушка Тан постепенно успокоился, свет в его глазах мерцал, и он холодно фыркнул. Как ты смеешь замышлять против моей семьи Тан? Неужели эта маленькая девочка из клана Девятихвостого Небесного Леса действительно слепа? Как только он сказал эти слова, многие старшие члены семьи Тан внизу подняли шум, и все наполнились праведным негодованием. Любой проницательный мог видеть, что это был преднамеренный план Иньмэй. Но как это можно было увидеть? Свидетель в то время уже был раскрыт Иньмэй в тот момент, когда она появилась, и труп был уничтожен. Если лавочника Джу не заставили замолчать, значит Иньмэй нашла глушитель и спрятала его. Даже если бы они попытались проследить события того времени, они не смогли бы никого найти. Для такого рода вещи они могли только сломать зубы и проглотить это в желудке. Все были людьми, и они столько лет состояли в деловом альянсе Вандаа. Как они могли не видеть такого? Просто Иньмэй была из древней королевской семьи, и они были не очень разумны, в конце концов, не было никаких доказательств. Кажется, это дело должно быть лишь небольшим способом для этой маленькой девочки из клана Девятихвостого Небесного Леса сражаться против Танваня. Она послала этот камень памяти только для того, чтобы показать свое отношение. Дедушка Тан холодно фыркнул и быстро понял намерение Иньмэй. Естественно, они не будут вмешиваться по своему желанию, иначе это не будет просто борьба между Иньмэй и Танван. Перед лицом древней королевской семьи семья Тан также должна была держать голову опущенной. Отец, на этот раз мы должны проглотить нашу потерю. Говорящим был мужчина средних лет по имени Танфын, отец Тантиня и Танваня. Хотя он был беспомощен в том, что сделал его сын, он не имел к этому никакого отношения. Тантянь сам был глуп и попался на чужие происки. Кто был виноват? Если бы в то время разум Тантиня был чище, зачем было бы так много вещей? Иначе, что вы можете сделать? Пусть Танван сама разберется с этим вопросом. Как ее старшая сестра, другая сторона на этот раз нацелилась на нее. Может быть, вы все еще хотите вмешаться? Наша семья Тан не может позаботиться об этом. Если бы старики из клана Девятихвостого Небесного Леса сделали ход, мы все равно были бы немного обеспокоены. В последнее время я чувствую, что был какой-то заговор против моего положения. Клан Девятихвостого Небесного Леса всегда планировал закрывать небо одной рукой в деловом союзе. Дедушка Тан сказал с холодным фырканьем. Услышав это, все старшие члены семьи Тан замолчали, и знать это было вполне разумно. Небесная Дева из клана Девятихвостого Небесного Леса уже выразила свое отношение и нацелилась на Танвана. В это время они, естественно, не могли вмешиваться, иначе ситуация превратилась бы в конфликт между семьей Тан и кланом Девятихвостого Небесного Леса, и выигрыши перевесили бы потери. Тогда разве нас не должно волновать сообщение, которое отправила Ван Ир? Она сказала, что на этот раз все будет непросто. Танфэн нахмурился и спросил немного неохотно. Насколько это может быть просто? Это не что иное, как предоставление другой стороне некоторых преимуществ из ее рук. Танван – добросердечная девушка, а это значит, что она хочет, чтобы семья помогла ей, но ее собственные преимущества не допускаются. Хэм, неужели она думала, что старик ее еще не знает? Дедушка Тан махнул рукой и прямо заявил. Я просто хочу иметь больше власти и больше права говорить. Старик может видеть ее цель на протяжении многих лет. В результате она все еще думает о том, чтобы воспользоваться семьей? Что, если есть ловушка? Отец Танфэн нахмурился, очень веря интуиции Танваня. Но из-за того, что тогда случилось с Чуха, отношения дедушки Тан и Танваня стали неловкими. Теперь старик всегда чувствовал, что Танван думал о Чуха и никогда не давал ей силы, только потому, что боялся, что она воспользуется ею, чтобы помочь Чуха. Ты говоришь мне, что мы должны обмануть? Дедушка Тан усмехнулся и спросил в ответ. Танфэн тоже не находил слов. Да, могла ли быть какая-то ловушка? Возможно ли, что Иньмэ все еще планировал убить Танваня? Такого рода вещи не произошли бы, если бы Иньмэ не была сумасшедшей. В конце концов, если бы Танван попала в аварию, она не могла бы убежать. Это все вред и никакой пользы. На этот раз семья мне не верит. Почему Иньмэ действительно прислала камень памяти? Может быть, у нее действительно нет другой цели? С другой стороны, Танван была ошеломлена, когда услышала новости от семьи и не могла в это поверить. Если бы в это время семья прислала сильного человека, у нее было бы больше доверия. Но они этого не сделали. Иньмэ только что использовала камень памяти, чтобы уберечь семью Тан от этого дела. Иньмэ все понял? Или это просто совпадение? Танван вздохнул. Это чувство беспокойства становилось все сильнее и сильнее. Она воспользовалась своим небесным пером, чтобы вычислить для себя триграмму, но она была серой и облачна, и этот путь не был определен. Согласно здравому смыслу, у нее и Иньмэ не было обид или врагов, так как же другая сторона могла внезапно заговорить против нее. Тан Юян тоже не мог этого понять. Подумав об этом, она подумала, что самая большая вероятность заключалась в том, что Иньмэ хотела использовать эту угрозу, чтобы получить от нее выгоду. Может быть, Иньмэ даже рассчитала, что я попрошу помощи у семьи. На сердце Тан Юян стало еще тревожнее, хотя за ней следило много сильных людей и было много тайно скрытых экспертов, это не давало ей особого чувства безопасности. Вот именно, я не верю, что Иньмэ посмеет что-то сделать со мной. Уже прибыв сюда, Танван мог только принять это с натянутой верхней губой. Вскоре после прибытия в древний город впереди Танван направился прямо к обсуждаемому месту, как и было условлено. Это была очень известная в городе башня для наблюдения за звездами, золотая и великолепная, с резными колоннами, которые казались древними и длинными. Как следует из названия, это означало смотреть на небо одним шагом. Слои ступеней были вырезаны облачными узорами, насыщенными духовной энергией и наполненными драгоценным светом. Когда кто-то добирался до самой высокой точки, они могли видеть весь город с беспрепятственным обзором. И если бы там что-то случилось, весь город был бы встревожен как можно скорее. После свечения окутывало, добавляя точку великолепия. Кажется, я слишком волновался, совещаясь в таком месте. Проблем быть не должно. Подумав об этом, Танван вздохнула с облегчением в сердце и быстро бросилась на вершину здания под предводительством людей из стражевой башни, желая узнать, какие уловки проделывает Эньмэй. Мисс Сван на крыше башни для наблюдения за звездами сидела Эньмэй, одетая в белое, и тихо играла на цитре, а две служанки волочили за ней ее лисьи хвосты, не давая им коснуться земли. Ее внешность была очаровательно небесной и потрясающе красивой. Пока это был мужчина, на этот раз они не могли двигать глазами. Она взяла на себя инициативу открыть рот и жестом пригласила Танван осесть. Я знаю, что сердце мисс Сван сбито с толку, и у меня нет другого выбора, кроме как сделать этот шаг и пригласить вас в гости. Эньмэй улыбнулась, выглядя порядочной и щедрой. Давайте не будем болтать ерунду между нами двумя. Я просто хочу спросить вас об одном, что именно вы имеете в виду. Лицо Танван было очень неприятным, а не ее обычным нежным и трогательным видом, и она спросила, холодно глядя на нее, Где мой брат? Мисс Сван, не торопитесь, Тан тянь в порядке, но перед этим вы должны сначала пообещать мне одну просьбу. Эньмэй улыбнулась и сказала, какой запрос. При этом сердце Танвана более или менее вздохнуло с облегчением, но все же холодно спросила. Казалось, что у Эньмэй не осталось никакой цели, так не было ли ее предыдущее опасное предзнаменование не связано с Эньмэй. Интересы этих больших древних городов в ваших руках должны быть уступлены мне. Эньмэй сказала со спокойным выражением лица. Вы также знаете, что я был у власти совсем недолго. Многие ребята совсем не убеждены, нет другого выхода, кроме как сделать это. Пожалуйста, простите меня, если я обидел вас. Хэм, я так и знал. Ты хорошо спланировал. При этих словах Танван упала духом, и бдительность, которая у нее только что была, сильно рассеялась. Она беспокоилась, что Эньмэй не обратится с просьбой, а если она этого не сделает, то возникнет настоящая проблема. Я могу обещать вам эту просьбу, но если вы думаете, что это даст вам единоличный контроль, я думаю, вы слишком много думаете. Поскольку мисс Сван согласилась, я чувствую облегчение. Теперь моя вторая просьба, сказала Эньмэй с улыбкой. Вторая просьба. Ты не заходишь слишком далеко. Лицо Танвана изменилось и, казалось, выражало некую ярость. Эньмэй, не заходи слишком далеко, ты слишком ненасытен. Кажется, мисс Сван не собирается спасать своего брата. Ничего, я подержу его еще немного. В любом случае, ваша семья Тан не посмеет что-либо сделать со мной. Эньмэй улыбнулась, следуя примеру Гучинги. Взяла чашу с вином со стола, поднесла ее к губам, а затем наклонила голову и выпила все за один раз демоническая бутылка. В тот момент, когда она увидела эту черную как смоль бутылку, выражение лица Эньмэй не могло не измениться. Она сразу узнала его. Даже по прошествии долгого времени она все еще помнила ужас этой бутылки и чувствовала трепет в сердце. Вначале, если бы она не присутствовала в руинах и случайно наткнулась на Гучинги, который использовал запрещенное демоническое искусство, у нее не было бы таких глубоких отношений и связи с Гучинги. Позже, когда она продолжала открывать свое истинное сердце, Гучинги только избавился от эффекта демонической бутылки. Но этот невольный страх остался глубоко в ее душе и был почти неизгладим. Самое страшное в демонической бутылке было то, что от нее нельзя было защититься, пока разум был слегка расслаблен, она, скорее всего, оказалась в ловушке. И степень контроля ума была непреодолимой. Даже для старых монстров, изучивших самую глубокую часть души, невозможно было обнаружить что-то неправильное, а если и было обнаружено, то невозможно было это удалить. Единственным результатом будет сломленная душа и разрушение как тела, так и души. Кажется, мастер намеревается напрямую контролировать Танван, но Танван жестоко по своей природе, боюсь, заставить ее сдаться будет нелегко. Мастер намерен убить Танвана здесь или, может быть, есть другие цели? В голове Иньмэ промелькнуло множество мыслей, несколько любопытных о том, что намеревался сделать Гучинги. Гул. Демоническая бутылка извергала жуткое свечение, туманное и черное, как будто они тебя падали и переплетались. Гучинги, чего ты хочешь? Все семьи позади меня знают, что я пришел сюда на банкет сегодня. Если со мной что-нибудь случится, как ты думаешь, Иньмэ не будет заподозрен? Глядя на эту сцену, Танван не могла не закричать, хотя ее сердце было напугано и беспокойно, даже ее душа не могла не трепетать. Ведь такой холод, проникший глубоко в кости, пронесся почти по всему ее телу. С ее талантом предвидеть несчастье это было равносильно увеличению его в сотни раз. Но она все еще заставляла себя сохранять спокойствие, зная, что в это время она не может паниковать, и чем больше она будет паниковать, тем более беззащитной она будет казаться. Смотри, как ты напуган, я не какой-то зверь. Гучинги небрежно улыбнулся, и черный свет в его ладони становился все более и более плотным, словно источник тьмы, способный поглотить все на свете, заставив все дрожать. Это всего лишь маленькая бутылка, почему ты выглядишь так, как будто это большой враг. Но мне нравится эта борьба, твое отчаяние. Чем больше ты будешь бороться, тем быстрее ты умрешь, когда я наступлю на тебя. Хотя он слегка смеялся, слова, которые он произнес, заставили лицо Танван побледнеть, а ее конечности похолодели. Она не была уверена, сможет ли она использовать свои самые сильные средства, чтобы прорваться через это пространство Гучинги и доставить сообщение о бедствии. Единственное, в чем она была уверена, так это в том, что истинное лицо Гучинги, скрытое под его обычной нежной внешностью, было абсолютно ужасающим. От расчета брата до расчета ее, все это, по ее мнению, было почти идеально, цельно, и нельзя было найти ни одного изъяна. Причина была в том, что Гучинги даже просчитал ее многие мысли. Насколько страшным был этот парень, даже небесная дева из клана Девятихвостого Небесного Лиса называла его мастером, что именно произошло перед этим. Но никто и никогда о таком не слышал, что еще скрывал Гучинги в своем теле. Гучинги, чего именно ты хочешь? У нас двоих нет обиды. Мы никогда не встречались до этого. Есть какое-то недопонимание? Сердце да, что я ничего не скажу о сегодняшнем инциденте. Я могу обещать все, что вы хотите, пока это у меня есть. Тонван изо всех сил старалась успокоиться, намереваясь сначала использовать свои обычные средства, чтобы стабилизировать Гучинги. В конце концов, даже если методы Гучинги были потрясающими, он был всего лишь молодым человеком, а она сотни лет тусовалась в деловом альянсе Ван Дая, уверенная, что ее контроль над всеми видами сердец не был поверхностным. В это время, пока цель Гучинги была удовлетворена, он не должен был делать самые опасные вещи, например, убивать ее. По всем правилам у нас нет ни обид, ни врагов, но разве ты не тайно помогаешь Чуха и не пытаешься иметь дело со мной? Что же касается того, что у тебя есть, ты думаешь, мне это нужно? Похоже, вы оба такие самодовольные. Гучинги слегка улыбнулся с проницательным презрением и недоверием. Очевидно, Тонван хотела помочь Чуха разобраться с ним тайно, но теперь, когда это было в ее устах, стало ясно, что между ними нет вражды. Лизко ты. Тонван был ошеломлен, не ожидая, что Гучинги скажет это и прямо сказал, что она была самодовольной. Ее лицо мгновенно стало уродливым, она почти стиснула зубы. Тогда какова твоя цель? Отпусти свой разум и позволь мне установить рабскую печать. Конечно, ты можешь отказаться, но твой брат может умереть сегодня, ты можешь поспорить на это и посмотреть, убью ли я его. Гучинги все еще слегка улыбался. Демоническая бутыль в его руке все еще расцветала трепещущим черным светом, как будто она могла увлечь всех существ в вечную тьму. Гучинги, если ты убьешь моего брата, семья Тон, стоящая за мной, не будет сидеть на месте. И ты действительно думаешь, что мой брат имеет большой вес в моем сердце. То, что ты делаешь сейчас, ты должен знать, что это не может быть обнародовано. Даже если за вами стоит древняя бессмертная семья Гу, вы не можете быть таким безрассудным. Холодно сказала Тон Ван, как будто она ожидала, что Гучинги воспользуется безопасностью ее брата, чтобы угрожать ей. Вместо этого она казалась необычайно спокойной. Однако Гучинги совсем не удивился, все еще слабо улыбаясь. Нет, я просто привел пример. В конце концов, я могу сделать это и по-другому. Мне не нужно убивать твоего брата, но я могу контролировать его, позволить ему вернуться в семью Тон мирно. С тех пор возвращается блудный сын, очищает свое сердце из лица, и даже могу помочь ему и позволить он возьмет на себя ответственность за семью Тон. Затем однажды, когда все в семье Тон будут праздновать в его честь, пусть он убьет твоих родителей, твоего дедушку и всех твоих родственников. Что вы думаете об этом методе? Я думаю, что это довольно интересно. Гучинги, как ты можешь быть таким презренным и бесстыдным? При этих словах лицо Тон Ван не могло не резко измениться, только чтобы почувствовать ужасный холодный воздух, пронесшийся от ее позвоночника к черепу, так что она не могла не дрожать. Это были слова немолодого парня, верно? Он сказал такую зловещую и подлую вещь, так откровенно и свободно, без ряби, как будто говорил правду. Она даже не могла не подумать о словах Гучинги на мгновение. Эта сцена заставила ее невольно вздрогнуть, ее тело застыло от страха до крайности. К настоящему времени она могла меньше заботиться о Тон Тиане, но ей было наплевать на свою семью и своих родителей. Я просто привожу пример, а произойдет это или нет, это не зависит от меня. Гучинги равнодушно улыбнулся. Теперь я даю тебе выбор, но мое терпение всегда было на исходе. Ты пожертвуешь собой и спасешь весь свой клан? Или ты собираешься убить себя, и весь клан будет сопровождать тебя? Гучинги, я буду сражаться с тобой. Тон Ван был зол, казалось, что ее бог Тхармы уже ненавидел его до крайности, и был почти воспламенен этими словами последнего здравомысляя Гучинги. Бум. Из ее тела исходил ослепительный свет, и в пустом пространстве возникали сцены, похожие на книги и картины. Ландшафт, вода, насекомые и рыбы, все состояния земли, все, казалось, в конце концов ожило. Правила священного царства слились воедино в этих сценах ужасных и великолепных, и, казалось, намеревались прорваться сквозь это пространство. Тон Ван толкнул древнюю бледно-серую ручку, расцветающую ослепительным светом, чтобы сломать все. Это было больше похоже на древнее существование, которое вот-вот должно было возродиться. Слово небесное было как звезда в пустоте, нужно было возродить какое-то сознание, и это было крайне ослепительно. В этот момент сила, которую она продемонстрировала, была вынуждена быть усилена до квази-высшего царства. На самом деле Тон Ван развивался только в священном царстве. Ты действительно думаешь, что сможешь вырваться на свободу. Но Гучинги все еще слегка улыбался, легко, как будто ему было все равно. Круто он прикрылся ладонью вперед, и ужасная сила пустоты мгновенно заставила близлежащие пространства рухнуть вниз, и даже сила законов была искажена. Эта мощная сила словно уничтожила и мгновенно разорвала множество сцен, которые собрал Тон Ван. Небесное перо взвыло, и некоторые линии на нем даже стерлись, упав прямо на землю. Это было мощно и ошеломляюще. Импульс этой ладони еще не был виден, и она все еще падала на землю. Пух. Тон Ван недоверчиво посмотрел на него, не смог увернуться, подавил ворчание, а затем отлетел назад, харкая кровью. Ужасный отпечаток ладони обрушился с грохотом, от чего ее плоть почти рухнула. Если бы не желание Гучинга не убивать ее. В тот момент, когда эта ладонь упала, этого было достаточно, чтобы все ее тело взорвалось. А потом, только что Гучинга разделился с пространством, в это же мгновение его разумом оно разлетелось во все стороны. Он не только не имел склонности к гниению, но становился все более и более твердым и неприступным. Ты до сих пор не можешь распознать реальность. В голосе Гучинга по-прежнему не было особых эмоциональных колебаний, и его ладонь снова упала, из-за чего Тон Ван снова закашлялся кровью. Ее кости были сломаны, и она едва могла стоять. Гучинга, убей меня. Я не могу согласиться на твою просьбу. Хотя Тон Ван была в отчаянии, она все еще не желала сдаваться. Она скорее умрет, чем позволит Гучинга поставить на нее рабскую метку. В то время Гучинга обязательно попросил бы ее разобраться с Чуха. Кажется, ты думаешь, что я ничего не сделаю семье Тон. Гучинга улыбнулся. Ты должен подумать об этом, если ты умрешь здесь. Семья Тон отомстит клану Девятихвостого Небесного Леса, и все твои родственники будут сопровождать тебя в будущем. Мне нужно только одно предложение, чтобы ваши так называемые друзья семьи Тон не осмелились помочь вам. Как вы думаете, есть ли надежда на месть? Ты. Тон Ван стиснула зубы, и в следующий момент ее глаза внезапно открылись, и ее лицо было бескровным. Она увидела небрежное движение Гучинга, и Тон Тянь, вышедший из комы в какой-то момент, уже был захваченным. Кажется, твой брат должен быть полезен. Гучинга небрежно сказал, его ладонь двинулась к бровям Тон Тиня и с легкостью прошла сквозь них. Душа в нем была поймана им и могла быть раздавлена на смерть в любой момент. Ты сказал, что если я приложу немного силы, он станет дураком или просто умрет. Гучинга сказал с улыбкой. Глядя на его улыбку, Тон Ван чувствовала только холод во всем теле, а ее сердце было полно печали, отчаяния, ненависти и боли. В конце концов это превратилось в нежелание, и она стиснула зубы. Отпусти моего брата, я обещаю тебе, но ты должен поклясться своим сердцем да и пообещать мне условия. В противном случае, даже если я попрошу мою семью быть похоронен со мной, я не обещаю тебе. Гучинги улыбнулся и прервал ее. Нет проблем, мне просто не нужно убивать Чуха, верно? Это легко. Я, Гучинги, сегодня клянусь своим сердцем да, разрушен небом и землей. Как это? Тон Ван была ошеломлена, когда увидела, что Гучинги выругался так быстро, без колебаний, и не могла в это поверить. Она просто хотела сказать ему, что это не так просто. Но она не могла найти ни малейшего изъяна. Клятва сердца даа – величайшая клятва совершенствующегося. Никто не разрушит их путь, даже если существует бессмертная даа, его нельзя нарушить. Гучинги не исключение. Подумав об этом, Тон Ван вздохнул с облегчением. Но на сердце у нее было очень грустно и больно. Брат Ха, прости, я вынужден, надеюсь, ты меня простишь. Не желая этого, Тон Ван расслабился. Гучинги многозначительно улыбнулся и небрежно махнул рукой. Гул. Почти мгновенно демоническая бутылка превратилась в луч черного света и бесследно исчезла. Тон Ван даже не заметила ни малейшего колебания, от чего у нее забилось сердце. Такой метод рабского импринта был неслыханным. В трансе она увидела древнего, неописуемого бога, сидящего в море ее сознания, с бушующим серым туманом. Еще один взгляд свел бы людей с ума, и они бы заблудились. Что это за метод? Она не могла не чувствовать страх в своем сердце. Столкнувшись с Гучинги, она испытывала только чувство благоговения, как бог, и не осмеливалась ослушаться его слов. Здравствуйте, мастер. Но вскоре выражение лица Тон Вана постепенно стало спокойным и не сильно отличалось от обычного. Но в ее сердце была буря. Это изменение произошло очень быстро. Тон Ван не мог в это поверить. Это было явно не то, что она думала в своем сердце, но то, что она проявляла в своих действиях, было другим. Она никогда не думала, что позвонит Гучинги мастеру, но она не могла не выпалить. Дитя удачи, этот сюрприз готов для тебя. Уголок рта Гучинги был немного игривым, и тогда он больше не заботился о Тон Ване перед ним. По мановению его руки туманное пространство перед ним вдруг раскололось, как зеркало, и они появились снаружи. Во дворе чай был теплым и еще дымился. Выражение лица Тон Ван было чрезвычайно сложным, ее тело было залито кровью, а ее травмы были очень серьезными. Даже если Гучинги не хотел ее убивать, ей было достаточно его ладони, чтобы выстоять. Мастер, что нам делать с Тан Тианом? Спросил Иньмы. Верните его семье Тан, в конце концов, мы разумные люди. Гучинги рассмеялся. Тон Ван не осмелился больше ничего сказать. После этого Гучинги посмотрел на Тон Ваня с искренней улыбкой. Не волнуйтесь, на самом деле у меня нет злых намерений, но я должен заранее подготовиться к встрече с Чуха. Пока он честен и не провоцирует меня, он будет так называемым принцем древнего королевства Алая Птица, и с ним все будет в порядке. Ты все еще его возлюбленное детство, а он всего этого не знает. Я не скажу ему, вы не думаете, что это счастливая вещь. Тон Ван была ошеломлена, когда услышала эти слова, и когда она тщательно обдумала слова Гучинги. Это показалось вполне разумным. Пока Чуха снова не спровоцировал Гучинги, конфликт между Гучинги и Чуха не достиг грани жизни и смерти. В то время Чуха был унижен Гучинги у всех на глазах. Такие вещи. Если бы она убедила ее, может быть, Чуха вытерпел бы это и позволил бы этому пройти. Если бы он все еще намеревался иметь дело с Гучинги, в конце концов он неизбежно был бы убить Гучинги. Чуха не смог победить Гучинги. Тон Ван уже глубоко ощутил ужас методов Гучинги. Просто она не была уверена, у Гучинги действительно не было других планов на Чуха. Или это было только из-за конфликта в Древнем Королевстве Алая Птица в тот день? Хорошо, мне почти пора уходить. Бедствие Небесного Вымирания все еще ждет, пока я его решу. Позже Гучинги объяснил кое-что Иньмою, поэтому он больше не оставался здесь. Он сделал Иньмо и последние штрихи и почувствовал большое облегчение. В этот период Гучинги не был в Древнем Королевстве Алая Птица, и было неизбежно, что люди со временем будут что-то подозревать. Сегодняшнее событие должно было быть гладким, и это также доставило Гучинги неожиданную радость. Потому что он обнаружил, что лицо Танвана было более чем на 8 пунктов, похожий на Даа Компаньона Цинюя, старшего брата Шаблона Возвращающейся Удачи Девяти Небес, который он видел в то время. На экране, вызванном системой в то время, единственными четырьмя людьми из секты Бесконечного Даа, которые показывали свои фигуры, были предыдущая жизнь Небесного Короля Цзиян, предыдущая жизнь Гусиньер, а также мастер Цинюя и спутник Даа. Гучинга ясно помнил это. Был ли Танван связан с реинкарнацией этого старшего брата, что касается его компаньона Даа, он не был очень уверен. Говоря об этом, Танвану очень повезло, но по сравнению с настоящей дочерью Удачи он все еще был далеко позади. Просто с такой похожей внешностью ему было удобно многое планировать, иначе он бы не тратил на нее столько времени. С персонажем Танван, если бы она не отпустила свой дух, он, вероятно, не смог бы использовать демоническую бутылку. Было немного больше хлопот, но польза была огромной. Гучинга уже предвидел следующую ситуацию. Двое детей удачи дерутся. Нет, два лука парея вцепились друг другу в горло, и я жду, чтобы посмотреть на урожай. Это больше, чем чудесная вещь. Он не выбрал форму телепортации, чтобы вернуться, а поспешил прямо через виртуальное пространство. При его нынешней скорости в этом районе перемещение на миллион миль совсем не заняло много времени. Инь мы, какие отношения между тобой и Гучинга? С другой стороны, вскоре после того, как Гучинга ушел, Танван тоже вздохнул с облегчением. Беспрецедентное чувство угнетения, которое было прежде, наконец исчезло, и весь человек был словно выловлен из ледяной воды, а руки и ноги все еще были холодными. Это чувство заставило ее сердце трепетать от, казалось бы, незабываемого опыта. Настолько, что перед Гучинга она не осмеливалась говорить по своему желанию, опасаясь, что она назовет его мастером, если не будет осторожно. Но в этот момент она не могла не спросить Инь мы, зная, что теперь она и Инь мы были почти такими же кузнечиками на одной веревке. Танван подсознательно чувствовал, что Инь мы должна быть такой же, как она, по какой-то неизвестной причине навязанной Гучинги. В конце концов, ей пришлось сдаться и позволить ему поставить рабскую метку. Только сейчас она беспокоилась, что Гучинга заставит ее делать то, от чего она отказывается, и она не откажется из-за рабской печати. Но Гучинга этого не сделал и решил сразу уйти, что немного успокоило Танваня. Я раб-хозяина, не все ли равно? Услышав это, Инь мы небрежно улыбнулась со слабой улыбкой на прекрасном и безупречном лице, что было очень трогательно. Она была свидетельницей всего процесса принуждения Гучинга к Танваню. Гучинга не позволил ей отступить, показывая, что он очень рад за нее. Это сделала Инь мы очень счастливой, и она была в хорошем настроении, и хвосты позади нее не могли не мягко покачиваться. Ты богиня клана Девятихвостого Небесного Леса. Тебе не стыдно говорить такие слова? Танван была потрясена. Либо она чувствовала, что Инь мы дразнит ее, либо она чувствовала, что отпечаток раба на месте Инь мы был еще более ужасающим, чем ее собственный. К сожалению, я личный раб-хозяина. Я очень счастлив, когда хозяин находит время навестить меня. Инь мы не знала, о чем думала Танван, но сказала с улыбкой и выглядела очень счастливой. Ты сумасшедший. Лицо Танван было немного уродливым, и она планировала подумать наедине, сможет ли она работать с Инь мы, чтобы разблокировать установленную ими рабскую метку. Но поведение Инь мы лишило ее дара речи. Есть еще одна вещь, которую я должен сказать мисс Сван, мне не поставили рабскую метку. Инь мы сказала с улыбкой. Невозможно, ты делаешь это добровольно. Танван снова была потрясена, и она не могла в это поверить. Знак раба не был установлен. Тогда почему Инь мы так обращалась в Гучинге? Однако Инь мы не стала ей отвечать, и ее фигура уже покинула двор. Но этот шаг на самом деле дал Танван ответ в ее сердце. Она не могла не дрожать. Сколько уловок скрывает Гучинге? Но затем она успокоилась и вернулась к своему прежнему спокойствию, чтобы не показывать ничего необычного. Танван намеренно подождала, пока ее рана заживет, прежде чем покинуть двор с Тантьяном, который был без сознания. Там ждала группа сильных членов семьи Тан, которые были немного встревожены и обеспокоены. Увидев, что Танван нес Тантьяна и вышел без проблем, они не могли не вздохнуть с облегчением. Мисс Мастер Тантьянь. С ним все в порядке? Культиватор в священном царстве не мог не спросить. Он был слугой семьи Тан, высоким и верным. С ним все в порядке, но он может быть в коме какое-то время. Танван сказал, что в то время Гучинге забрал душу Тантьяна, и хотя он ничего не сделал, это все же оказало некоторое влияние. Это хорошо. Слуга вздохнул с облегчением, а затем не мог не спросить. Мисс, на этот раз вы согласились на несколько условий, прежде чем она отпустит его? Это слишком, это слишком обманчиво. Да, в любом случае, теперь, когда молодой мастер Тантьянь в безопасности, мы могли бы также атаковать их в ответ и дать им понять, что нас нелегко запугивать. Остальные мастера семьи Тан также подхватили его, полные праведного негодования, и они чувствовали себя очень униженными. Танван махнула рукой и сказала, нет необходимости, сегодняшнее дело решено, и нет необходимости упоминать об этом в будущем. Вы должны вернуть Тантьяна в клан и сказать моему дедушке им, что я буду в древнем королевстве Алая Птица в это время. Поскольку в этот раз клан ей не поверил, ей не нужно было больше скрывать это, и она просто все это раскрыла. Да, мисс. Все получили заказ и без колебаний быстро ушли с Тантьяном. Танван посмотрела в сторону древнего королевства Алая Птица и глубоко вздохнула. Из-за рабской печати она не могла ничего сделать, чтобы предать Гучинга или нанести ущерб интересам Гучинга. Даже если бы у нее была эта мысль в голове, она не могла бы этого сделать. Конфликт между Тантьянем и Эньмэй был окончательно разрешен благодаря вмешательству Танваня. Многие культиваторы, которые планировали посмотреть забаву, в конце концов были немного разочарованы, но люди с проницательностью могли видеть, что Танван должно быть в конце концов согласился на некоторые условия Небесной Девы Эньмэй. Такая небольшая борьба внутри бизнес-альянса Ванда вскоре успокоится, как если бы это была просто небольшая рябь на море. Немногие люди упомянули бы об этом. Несколько дней спустя в семейном особняке Тан, бессознательный Тантьянь, наконец, открыл глаза, но если бы кто-то присмотрелся, то обнаружил бы, что в глубине его глаз промелькнули яркие золотые линии. Аааа, у меня болит голова. Черт возьми, Эньмэй меня ошеломила. Тантьянь закрыл голову от боли, но боль пришла быстро и, наконец, быстро рассеялась. А, что это? Тантьянь был внезапно потрясен. Он обнаружил, что в его сознании было больше воспоминаний, и казалось, что он с чем-то столкнулся в период комы. Просто эти картинки были грязными и нечеткими, как будто в них был какой-то высший смысл. Смутно он мог видеть огромный и бескрайний мир, среди которого были дворцы и павильоны, расположенные в облаках, и даже небесные врата, казалось, были открыты для вечности. Возможности несчастья зависят друг от друга. Может быть, после встречи с опасностью на этот раз, моя возможность пришла. Тантьянь был очень взволнован, он слышал много таких историй. Побывав вот так в коме, он вдруг научился искусству высшей силы, и он слышал, как об этом говорил человек-книжник. Но он действительно не ожидал, что однажды это действительно случится с ним. Нет, эта тайна никогда не должна быть раскрыта. Тантьянь твердо подавил свое настроение и сохранял спокойствие. Он не осмеливался говорить о подобных вещах. Хотя он был плейбоем, это не значило, что он был глуп. Наряду с этой древней таинственной сценой, он обнаружил, что в его уме, кажется, была еще одна техника совершенствования. Что? Бессмертное переплетное искусство. Он совершенно ничего не знал об этих непонятных древних знаках, но это не помешало ему узнать силу этой техники. Хозяин, ты вернулся? В имперской столице древнего королевства Алая Птица, в глубоком дворце, у входа в зал стояла женщина в белом, волосы у нее были мягкие, красивое личико белое, блестящее и подвижное, вела себя благовоспитанно и тихо. Это был Цзи Цзин Сюань, который ждал Гучинга здесь несколько дней. Судя по ее внешности, между ней и Су Цзинга не было никакой разницы, единственная разница заключалась в их характере. Разум Цзи Цзин Сюаня должен быть более мрачным и холодным, а Су Цзин Ги – более спокойным и красивым. Гучинга кивнул и небрежно ответил. Я вернулся. Что-то случилось в древнем королевстве Алая Птица. Цзи Цзин Сюань покачала головой, а затем сказала. Нет, молодой мастер отправился решать бедствие небесного вымирания. Древнее королевство Алая Птица очень мирное, но древнее королевство Сюанью, недалеко от древнего королевства Алой Птицы, кажется, попал в аварию с гением. О, древнее королевство Сюань Ву, разве это не то место, куда отправились небесный король Цзин Ян и король шести корон? Гучин Ги выглядел немного удивленным. На самом деле, когда Цзи Цзин Сюань сказал это, он уже догадался, что Су Цзин Ги, как наследница демонического искусства, за это время нашла цель. Для нее лучшим местом было то место, где находился небесный король Цзин Ян. У небесного короля Цзин Ян была обида на Гучин Ги, и первым, с кем Су Цзин Ги хотел иметь дело, был небесный король Цзин Ян. Даже если она не могла убить его, она должна была доставить ему некоторые неприятности. Ну, несколько гениев попали в аварию, и все их истоки были съедены. Похоже, в их команде должен скрываться наследник демонического искусства. Цзи Цзин Сюань кивнула, и ее яркие глаза были прикованы к Гучин Ги. Кажется, это богатое событиями время. Я надеюсь, что с небесным королем Цзин Яном и остальными все в порядке. Гучин Ги улыбнулся и вскоре перестал принимать это близко к сердцу. Кстати говоря, он также должен что-то сделать с Ин Шуаном, который был в команде небесного короля Цзин Яна. Ин Шуан, сын удачи, завладел кем-то и так долго охранял его. Теперь пришло время собирать его. Конечно, до этого ему все еще нужно было, чтобы Ин Шуан сделала для него еще одну вещь. После этого Гучин Ги вернулся во дворец и с коммуникационным талисманом спросил Цзян Чучу об источнике абсолютного небесного вымирания. Он все еще ждал, когда Цзян Чучу поможет ему найти источник абсолютного небесного вымирания, которого он с нетерпением ждал в своем сердце. Просто Цзян Чучу была очень грубой, даже если она ответила ему коммуникационным талисманом. Я не нашла его. Ее ответ был краток. Гучин Ги улыбнулся и быстро отбросил коммуникационный талисман, не обращая на него внимания. В районе, далеком от территории древнего королевства Алая Птица, сизый туман был всепоглощающим, и здесь бушевало множество тварей из теней, а городские племена по пути уже обратились в пепел. Фигура Цзян Чучу стояла высоко в небе, паря в бессмертном свете, мерцая надписи на костях, превратилась в ужасающий меч да, падающий со всех сторон. Многие существа абсолютного небесного вымирания трагически погибли, и никто не выжил. Это отличалось от уст Гучин Ги, что он хотел решить бедствие небесного вымирания, но он вообще не двигался. С первого дня, когда Цзян Чучу прибыл в древнее королевство Алых Птиц, он сразу бросился в это место, намереваясь уничтожить этих существ и найти источник вспышки. В этот момент она смотрела на коммуникационный талисман яркими глазами и мерцала смутным ожиданием, но спустя долгое время она не услышала ни слова от Гучин Ги. Из-за этого выражения ее глаз сильно потускнело, но оно быстро вернулось к норме. Движения в ее руках становились все более и более ужасающими, а ее мечи превращались в тысячи тропинок, падающих с неба, и казалось, что множество призрачных существ перед ней считались Гучин Ги. Но в следующий момент она почувствовала, что коммуникационный талисман в нефритовой руке словно загорелся. Действия Цзян Чучу по удушению существ небесного вымирания на некоторое время прекратились. Она посмотрела на посыльного, в ее глазах было немного подозрительно. Затем раздался голос Гучин Ги. Будь осторожен, он был столь же лаконичен. Цзян Чучу была ошеломлена, задаваясь вопросом, не расслышала ли она это неправильно. Заботился ли он о ней, она прослушала его снова, это был чрезвычайно отвратительный голос Гучин Ги, чрезвычайно презренный и чрезвычайно бесстыдный ублюдок. Цзян Чучу почувствовала, что ее сердце забилось очень быстро, и это внезапное удивление застало ее врасплох. Грим. Наконец она тихо ответила. Ее глаза, казалось, сверкали, как будто в них падал звездный свет. Спасибо тебе, Хаэр. Без тебя на этот раз все древние королевства Алая Птица было бы уничтожено. Во дворце король Алых Птиц говорил взволнованно, и в его словах был вздох. Кто бы мог подумать, что древние королевства, которые сейчас столкнулись с катастрофой, в конечном итоге станут похожими на древние королевства Алая Птица, которое было немного слабее в национальной силе и взяло на себя инициативу в разрешении кризиса. Конечно, это не означало, что бедствие абсолютного небесного вымирания было решено, но это уже не было так неизбежно, как в первые несколько дней, и это было крайне неловко из-за страха, что души небесного вымирания ворвутся внутрь и заставят все древние королевства вермиллеонных птиц пасть. Отец слишком хвалит, вот что я должен сделать. Чуха взмахнул руками и сказал со спокойным и уверенным выражением лица. Я должен быть благодарен. Хаэр много работал в эти дни, так что хорошо отдохни. Король Алых Птиц улыбнулся и сказал в хорошем настроении. Чуха кивнул в хорошем настроении. В последние несколько дней, хотя он и предотвратил катастрофу небесного вымирания за пределами территории древнего королевства Алая Птица, он уделял внимание делам скрытой королевской семьи и пещеры Верховного ДА. Хотя скрытая королевская семья была в ярости из-за смерти Вансиа, но в этом вопросе Чуха не колеблись, оскорблял Гучинги, но также и защищал действия Вансиа. Поэтому скрытой королевской семье нечего было сказать и не было места, чтобы обвинить его. Но он не осмелился выразить благодарность Чуха. Более того, кто-то из скрытой королевской семьи даже распространил информацию, сказав, что Вансиа заслужил смерть и что его смерть не была несчастной. Этот такт пересечения реки и разрушения моста разозлил Чуха, но он был беспомощен. Происхождение Гучинги было настолько ужасающим, что даже скрытая королевская семья была очень напугана и не смела рождать мысли о мести. Чуха даже узнал, что в семье Ван был влиятельный человек, который планировал арестовать его и извиниться перед Гучинги. Если бы не вмешательство пещеры Верховного ДА, сюда могла бы прийти мощная сила из скрытой королевской семьи. Не имело значения, можете ли вы арестовать его или нет, важно было ваше отношение. Эти вещи разозлили и огорчили Чуха. Он почти указал на скрытую королевскую семью и бесстыдно закричал. В конце концов, он был самодовольным, однако в этом вопросе пещера Верховного ДА продемонстрировала чрезвычайно жесткое отношение, и от секты пришло сообщение, чтобы сообщить Чуха, что ему не нужно об этом беспокоиться. Старейшины пещеры Верховного ДА были не слабее других. Получив эту новость, Чуха тоже был очень взволнован. Мой король, на этот раз бедствие было устранено, и гении истинной бессмертной академии также внесли большой вклад. Я видел, что все они были храбры, и они не боялись смерти. Они заблокировали многие души на Востоке. В это время старый евнух рядом с королем алых птиц не мог сдержать смех, когда услышал эти слова. Просто, как только он произнес эти слова, выражение лица короля алых птиц изменилось. Он немного разозлился и махнул рукой, не упоминая их при мне. Он не мог забыть, что Гучинга сделал в тот день. Теперь, когда перед ним были все доверенные лица, естественно, не было нужды выказывать благоговение. Ты действительно думаешь, что они такие добрые? Просто чем больше существ небесного вымирания ты убьешь, чем больше очков, тем лучше для них. С ухмылкой сказал король алых птиц. Но они действительно решили много проблем для древнего королевства. Алая птица убили множество существ истине и предотвратили новое падение королевства. Старый евнух был немного ошеломлен, а затем объяснил. Хэм. Король алых птиц холодно фыркнул. Ну и что? Без них Хаэр все еще может решить эту катастрофу. Из-за Гучинга у него не было хороших чувств к этой группе высокомерных гениев. Если бы не испытание истинной бессмертной академии, пришли бы они сюда? Это их задача. Даже если древнее королевство алых птиц, другая древняя страна, для них это одно и то же. Итак, евнухли, ты не нужно слишком беспокоиться. Даже если Гучинга на этот раз возглавит много гениев, не так много существ небесного вымирания, которых он истребит. Чуха также мягко улыбнулся и объяснил. Итак, то, что сказал королевский отец, правда, даже без них я могу решить эту катастрофу в одиночку. Пока он говорил, снаружи дворца раздался голос стражи. Третий принц, мисс Сван просит вас. Ваньер? Чуха был ошеломлен на мгновение, а затем показал свою радость. Ему было наплевать на короля алых птиц рядом с ним, и он пошел прямо, чтобы поприветствовать его. У входа во дворец стояла Танван с грациозной фигурой, развивающейся мантией и улыбкой на лице. Почему у тебя есть время, чтобы прийти сюда сегодня? Спросил Чуха с улыбкой. Это случилось недавно, поэтому это заняло немного времени. Танван улыбнулся. Я знаю, это о твоем брате Тантьяне, верно? Чуха тоже слышал об этом и, по его мнению, Танван должен был быть обманут так называемым девятихвостым небесным лисом. Этот вопрос решен. Танван улыбнулся и особо не упоминал об этом. Это хорошо, если у вас были какие-то обиды, вы должны сказать мне, сказал Чуха. Танван была ошеломлена на мгновение, фигура Гучинга внезапно возникла в ее сознании, она не могла избавиться от страха и не осмеливалась ничего сказать. Она махнула рукой и сказала. Брат Чуха, не волнуйся, все в порядке. Это хорошо. На самом деле, на этот раз я пришел сюда, потому что хочу кое-что обсудить с братом Чуха. Танван обдумал ее слова. О, что случилось? Может быть, дело в Гучинге? Спросил Чуха. У него все еще была нефритовая карточка, которую Танван дал ему в прошлый раз, и в ней четко перечислялось множество гениев, которые испытывали ненависть и конфликт из Гучинге. Он подсознательно думал, что Танван был здесь, чтобы помочь ему и в его сердце было теплое чувство. Услышав это, Танван внезапно вздохнул, а затем сказал. Это действительно о Гучинге. Брат Чуха, я думаю, ты должен смириться с этим и подождать, пока это дело пройдет. Гучинге слишком силен, я беспокоюсь, а ты какая? Однако Чуха прервал ее, прежде чем она успела договорить. Он не мог в это поверить. Что случилось с Ваньером? Почему ты вдруг сказал это? Может быть, семья Тан, стоящая за вами, оказывает на вас давление? Некоторое время назад у Танван не было такого отношения, или до нее дошли слухи. Танван пристально посмотрел на него и, наконец, беспомощно сказал. Брат Чуха, ты не можешь победить Гучинге прямо сейчас. Можно ли слушать меня, если герой не ест перед тобой? Почему бы и нет? Ты просто терпишь это унижение? Она тоже не знала, что сказать. В то время Гучинг имел в виду, что пока Чуха не придет, чтобы спровоцировать и помешать ему, он будет слишком ленив, чтобы заботиться. Другими словами, это дело, на самом деле, нужно было только вытерпеть Чуха, и оно могло быть решено. Чуха не имел ни малейшего преимущества перед Гучингой. За пределами дворца Танван стояла с обеспокоенным выражением лица, пока убеждала его, ее юбка развивалась, а ее белоснежная кожа выглядела чрезвычайно блестящей. Услышав это, Чуха был ошеломлен и какое-то время не мог отреагировать. Танван фактически убедил его смириться с этим и решить этот вопрос. Он действительно не верил, что эти слова вылетят из уст Танвана. В то время она все еще клялась, что пока он объединится с врагами Гучинги, он сможет найти способ смыть позор с прошлого раза. Хотя Чуха был высокомерным, это не означало, что он был глуп и не мог терпеть. При столкновении с непобедимым врагом он, естественно, не будет безрассудным. У Гучинги было сильное прошлое, но этого было недостаточно, чтобы он решил отступить. Сравнивая их развитие, он скоро достигнет высшего царства. Даже если Гучинги мог использовать высшее оружие, он был всего лишь молодым юниором и вообще не мог быть его противником. Если бы это был обычный человек, он бы давно разозлился. Но когда он услышал это от возлюбленной своего детства Чуха, он не смог. В его голове промелькнуло множество мыслей, и он быстро успокоился, не сомневаясь в намерениях Танваня. Потому что он очень хорошо знал характер Танван и знал, что она не причинит ему вреда. Это должно быть из-за слухов. Ваннер, у тебя должна быть какая-то причина, чтобы так говорить. Ты также знаешь мой характер. Неважно, позволишь ли ты мне это терпеть, но ты должен сказать мне причину. Он глубоко вздохнул, его глаза были ясными, он посмотрел на Танвана и спросил. В это время он не был во дворце вермеллионного короля и не знал точно, что случилось с Танван. Может быть, Гучинги что-то заметил и заставил ее? Но разве в этот период времени Гучинги не был также в стране абсолютного небесного вымирания, ведя гениев истинной бессмертной академии, чтобы убить существ абсолютного небесного вымирания? Откуда он взял время? Итак, в чем была причина? Танван вздохнула, стоя здесь, в ее сердце пронеслись самые разные мысли, но она не могла рассказать Чуха о Гучинге. Причина, по которой она так прямо сейчас сказала Чуха, заключалась в том, что она знала его очень хорошо и не беспокоилась, что он рассердится из-за непонимания. Брат Чуха, ты должен поверить мне, я не причиню тебе вреда. После того, как ты разрешишь бедствие небесного вымирания, ты должен вернуться к горным воротам, чтобы избежать его. Пока ты не спровоцируешь Гучинге, он, вероятно, не возьмет на себя инициативу иметь дело с вами, сказал Танван. Что случилось? Ты даже не можешь мне сказать? Чуха задумался. Танван покачала головой. Ей пришлось нелегко, поэтому она могла только горько улыбнуться. Брат Чуха, вы должны мне поверить. Что касается причины, я пока не могу вам сказать. Чуха замолчал, когда услышал эти слова. Он подумал о бизнес-альянсе Ван Даа, стоящем за Танванем. Может быть, бизнес-альянс Ван Даа заметил, что она сделала. Затем он предупредил Танван. В конце концов, оскорбление Гучинга никак не пойдет на пользу деловому альянсу Ван Даа. Подумав об этом, Чуха кивнул и сказал. Понятно, я понимаю. Но Ван Ир, не волнуйся, я скоро стану следующим дворцовым мастером пещеры Высшего Даа. В то время силы, стоящие за тобой, могут тебя легко заставить. Его кулаки были сжаты, и у него были большие амбиции. Древнее царство Алой Птицы пришло в упадок, и, поскольку оно было слабым, его преследовали многие секты Дааа, поэтому после того, как он стал Даосом, он хотел основать Высшую Бессмертную Династию, чтобы люди приходили на поклонение со всех сторон, приходили ко двору с девяти дней и правили небесами. В темноте казалось, что она почувствовала великое желание Чухааа. Его душа Квази Высшего Царства внезапно озарилась золотым светом, от которого Чухааа увидел слабый знак. Что это? Чухааа был немного потрясен, увидев таинственное сияние, появившееся над его душой. Потом загадочный блеск превратился в слабого воробья. Он своими глазами видел, как этот воробей поднимался из слабого, шаг за шагом становился сильнее и, наконец, стал питоном, планирующим прыгнуть в дракона и воспарить к девяти. Небесам Чухааа почувствовал себя так, как будто он стал тем маленьким воробьем. Он был свидетелем ее роста и трансформации. Однажды даже воробей смог превратиться в дракона. В чем дело? Эта эмоция она зовет меня на помощь. Внезапно Чухаа был поражен, его глаза расширились, он подумал, что должно быть что-то не так. Он действительно видел глаза воробья, и сердце Чухаа затрепетало из-за его просьбы и мольбы о помощи. Как я могу спасти тебя? Он не мог не спросить. Но в следующий момент Чухааа был ошеломлен, и перед ним расцвела ужасающая аура. Он увидел, как вниз падает черный нож с невидимым лезвием. Этому маленькому воробью, который вот-вот должен был превратиться в дракона, прямо у него отрубили голову, и кровь брызнула фонтаном. Когда он рассеялся, в глазах воробья все еще были паника и отчаяния. Смутно глазами воробья он увидел смутную фигуру молодого человека. Хотя у молодого человека была улыбка на лице и он был нежен, как ветер, в его глазах не было и следа тепла. Гучинге. Что, черт возьми, это значит, кожа головы Чухааа немела. Он всегда чувствовал, что воробей кажется ему близким родственником. Где-то рядом с ним быстро проходило что-то очень важное. Было ли суждено, что Гучинге станет его заклятым врагом? Брат Хаа, что с тобой только что случилось? Вскоре голос Танваня заставил Чухааа оправиться от оцепенения. Он посмотрел на Танвана и какое-то время не знал, что сказать. Брат Хаа, подумай об этом сам, и я уйду первым. Увидев это, Танван вздохнул и понял, как решится посмотреть на Чухааа. Ей было трудно контролировать его выбор. Затем Танван попрощалась и ушла, но на этот раз ей не нужно было использовать пространственное божественное оружие, чтобы уйти, как раньше, а она ушла прямо от ворот дворца. Эта сцена заставила Чухааа нахмуриться и немного озадачиться. Он очень хорошо знал характер Танван, и она была очень осторожна в общении с миром. Раньше она была очень осторожна, приходила она или уходила, она использовала пространственное божественное оружие и не проходила через ворота дворца только потому, что беспокоилась, что люди Гучинга заметят. Она не могла игнорировать этот инцидент, потому что была неосторожна. Это только показало, что Танван чувствовал нет необходимости прикрываться и мог спокойно подойти к нему. В чем проблема? Ванер сегодня загадочная, похоже, у нее какие-то проблемы, и она отказывается говорить мне. У Чухаа было плохое предчувствие в сердце, когда он думал об этом. В следующее мгновение он внезапно принял решение. С его квази-высшей базой совершенствования он будет тайно следовать за Танван, поэтому она не сможет узнать. Если бы это было раньше, с характером Чухаа, он бы не смог сделать такое секретное продолжение. Но сегодня выступление Танвана действительно вызвало у него подозрения и беспокойство. Было очевидно, что она что-то скрывает от него и отказывается говорить ему. «Прости, Ванер, я сделал это для твоего же блага, Гул». Подумав так, выражение лица Чухаа вернулось к спокойствию. Одним шагом его фигура исчезла прямо в пустоте, следуя за Танванем, который уходил перед ним. Но что немного успокоило Чухаа, так это то, что после того, как Танван покинула дворец, она больше никуда не пошла, а вернулась в коммерческое здание, которое было собственностью делового альянса Ван Даа. Может быть, я неправильно думал? Чухаа вздохнул с облегчением и собирался уйти, но выражение его лица вскоре стало застойным, а фигура, скрытая в пустоте, почти не могла спрятаться. Потому что он пронесся через свое духовное чувство и обнаружил, что Танван выходил из черного хода делового здания, направляясь в другом направлении, где располагались большой павильон и дворцовая башня, выглядевшая чрезвычайно величественной и высокой. Это было место, где временно жили все гении истинной бессмертной академии. Когда они впервые пришли, король алых птиц специально устроил так, чтобы они оставались там, чтобы не обидеть их. Ванер торопится. Она плохо выглядит. Что случилось? Как она могла оказаться в таком месте? Обычно Чуха было абсолютно невозможно прийти в такое место, потому что он не мог выносить пронзительных лиц этой группы юных гениев. Но теперь он должен был войти в эту область с его квази-высшим развитием. Чуха не верил, что кто-то здесь может легко найти его след. Почему? Почему Ванер пришел сюда, чтобы увидеть Гучинга? Но вскоре сознание Чуха унеслось вместе с Танванем, и он обнаружил в павильоне фигуру, которую так ненавидел. Он не мог не быть ошеломлен. Он выражение его лица резко изменилось, и он не мог в это поверить. После того, как Танван покинул свое место, она действительно пришла сюда, чтобы увидеть Гучинга. В сердце Чуха зародился безымянный огонь, и он подсознательно хотел появиться, громко закричать и спросить. Но разум подсказал ему. Сейчас было не время появляться. Судя по уродливому выражению лица Танван только что, она должна была прийти сюда в крайнем случае. Черт, это определенно семья, стоящая за Ван Ир, заставила ее спешить сюда, чтобы увидеть Гучинги. Бизнесмены ищут прибыль. Силы, стоящие за Гучинги, невообразимы. Семья Тан определенно не откажется от такой хорошей возможности в это время. Цвет лица Чуха быстро изменился, он быстро понял это и силой подавил свой гнев. Он хотел увидеть, что скрывает Танван. Облачное здание, расположенное глубоко на востоке имперской столицы Вермил Леон Бёрд, было павильоном, построенным деловым альянсом Ван Даа. Обычно его использовали для приема высоких гостей. Это здание было 33 этажа и обычно не было открыто для публики. Это было блестяще и величественно. На верхнем этаже, когда Танван подошла со сложным выражением лица, Гучинга повернулась к ней спиной и что-то писала, как будто не заметила ее прихода. Внимание Танвана привлекла женщина в белом рядом с Гучинги. Если бы не она, как это могло вызвать конфликт и противоречие между Гучингой и Чуха? Этот взгляд стал настоящим бедствием для страны и народа. Танван не знала, что ищет Гучинги, поэтому промолчала. Перед женщиной в белом, прося ее позвонить мастеру Гучинги, она действительно не могла этого сказать. Тебе не обязательно называть меня так перед людьми. Но я думал, что ты вернешься к семье Таны и не появишься. Похоже, ты все еще очень заботишься о Чуха. Не волнуйся, я сказал, что не сделаю шага, пока Чуха не придет, чтобы спровоцировать меня, я не буду обращать на него внимания. В противном случае, ты должен знать, что если я захочу убить его, это будет так же просто, как убить муравья. Гучинги наконец заговорил в это время, но он все еще не оглядывался, он все еще что-то писал, и его слова были очень преуменьшенными. Чуха не принял это близко к сердцу. Танван молчал, стоя там, не зная, что ответить. Гучинги не позволил ей напрямую обратиться к своему мастеру, отчего она почувствовала более или менее облегчение. Такое обращение было действительно неловким и постыдным. Конечно, Гучинги тоже был прав. Если ей было наплевать на Чуха, зачем она пришла, чтобы напомнить ему. Но теперь Чуха все еще колебался и не принял решение, что имел в виду Гучинги. Откуда у него хватило смелости затоптать меня до смерти по своему желанию. Чуха, прятавшийся в темноте, естественно, услышал эти слова. Глубокий гнев внезапно поднялся в его сердце. С каких это пор он стал таким высокомерным и презираемым. Но Танван даже не защищал его. Отсюда он также понял, почему Танван пытался убедить его терпеть это. Хотя у Танвана были добрые намерения, Чуха все еще чувствовал себя очень неловко. Почему она считала, что он не может победить Гучинги? Почему он должен был это терпеть? Кажется, что Ван Эр действительно преследовалась семьей, стоящей за ней. Но я не знаю, какую роль Гучинги сыграла в этом инциденте. Вскоре Чуха подавил свой гнев, не готовый спугнуть змею, зная о трудностях Танваня. Он также почувствовал облегчение и беспокойство, которое он беспокоил о том, что Танван предал его раньше, полностью рассеялось. Гу. Гучинги, ты серьезно? В павильоне Танван не знала, что из-за своей маленькой небрежности пришла Чуха и спряталась в темноте. Когда она услышала, как Гучинги сказал это, она не могла не увидеть надежду в отчаянии. Она не знала, зачем Гучинги хотел, чтобы она пришла сюда, но, подумав об этом, какой план мог иметь Гучинги для Чуха? Она действительно не могла думать об этом. Как вы думаете, нужно ли мне немного заботиться о Чуха? Гучинги улыбнулся и сказал небрежно, не оборачиваясь, и все еще писал свои собственные вещи. Я обещал убедить брата Чуха отпустить его обиду. Если возможно, на самом деле лучше всего встретить друг друга с улыбкой и забыть о обидах. Танван кивнул и сказал. Нет, я ищу тебя не для таких вещей. Что, если он злится на меня? Гучинги прервал ее и слегка улыбнулся. Ты слишком самодовольна. Выражение лица Танван было застывшим, и она молчала. Увидев ужасающие методы Гучинги, она поняла, что такие слова не были ложью. Гучинги не нужно было принимать Чуха близко к сердцу, независимо от того, была ли это его сила или происхождение. Гучинги слишком высокомерен, чтобы иметь такое отношение. Однажды я заставлю его пожалеть об этом. Увидев эту сцену, у Чуха, который прятался в темноте, было уродливое лицо, и он не мог не сжать кулаки. Если бы не его сильное душевное состояние, он, вероятно, обнажил бы собственное квази-верховное давление. Его сердце горело гневом. Презираемое и безразличное отношение Гучинги очень огорчало и злило Чуха, особенно перед Танванем. Если бы Гучинги сказал это перед обычными людьми, он бы в лучшем случае неодобрительно улыбнулся, чувствуя, что другая сторона слепая и не примет это близко к сердцу. Но это было перед Танванем, из-за чего он почувствовал, что Танван смотрит на него свысока, как мужчина, как он мог это вынести. Однако в конце концов Чуха выдержал это. Он не хотел, чтобы кропотливые усилия Танвана пропали даром. В это время он внезапно появился и выстрелил в Гучинги, не говоря уже о том, добьется ли он успеха или нет. Тогда древнее королевство Алая Птица позади него и семья Тан позади Танвана определенно окажутся в Огненном море и возвестят ужасающую катастрофу. Тогда Гу, Гучинги, почему ты ищешь меня? Поколебавшись некоторое время, Танван был немного озадачен и спросил снова. Услышав это, Гучинги положил ручку в руку, обернулся, ничего не ответил и просто небрежно улыбнулся. После того, как я пишу в течение длительного времени, моя шея все еще немного болит. Выражение лица Танвана слегка изменилось. Гучинги по-прежнему спокойно сказал. Положение семьи Танв в бизнес-альянсе Ванда сейчас нехорошее. Танван подозрительно посмотрел на него, не понимая, почему он вдруг упомянул об этом. Однако Гучинги не стал продолжать говорить на эту тему, а сменил тему и сказал. На самом деле, это не имеет большого значения. Ради твоей привлекательности я хочу, чтобы ты помог мне согреть сегодня вечером постель. Выражение лица Танван внезапно изменилось. Если бы обычный человек осмелился сказать такое, она бы разрубила его на куски своими руками. Но прямо сейчас это была Гучинги, и на нее наложили отпечаток раба. Внезапно в ее сердце возникла паника и тревога. Возможно, в будущем я смогу добавить наложницу или что-то в этом роде. Гучинги все еще спокойно улыбался. Черт, Гучинги, это так обманчиво. Чуха, тайно слышавший это, несмотря на то, что он много лет практиковал да и его настроение было стабильным, не мог не почувствовать, что его цвет лица в это время позеленел. Его убийственная аура кипела, а ненависть сокрушала. В это время его не заботили последствия, и он собирался появиться и забрать Танвана. Но затем Гучинги снова заговорил, по-прежнему спокойно. Конечно, я шучу, ты меня совсем не интересуешь. Однако боль в шее реально. Он интригующе улыбнулся. Услышав это, Чуха, который собирался атаковать, внезапно остановился. Его лицо было неуверенным и менялось несколько раз. Его зубы были почти сломаны, и он никогда не ненавидел человека так сильно. Цвет лица Танван также менялся несколько раз. Она не была глупой, поэтому могла слышать смысл слов Гучинги. Это было не более чем желание унизить ее и заставить выполнять работу горничной. Боль в шее, как, черт возьми, у культиватора могла заболеть шее. Но ситуация была сильнее людей, и ей пришлось уступить, несмотря на свое нежелание. Потому что она не знала, что после того, как он рассердит Гучинги, то, что он только что сказал, сбудется. Наложница. Если бы семья Тан, стоящая за ней, услышала об этом, они, вероятно, захотели бы это сделать. Ненавистный. Увидев, что Танван не хотела и подошла к Гучинги, стиснув зубы, Чуха, которая пряталась в темноте, больше не могла этого выносить. Его фигура быстро исчезла, но ненависти и обиду в его сердце уже нельзя было назвать чудовищными. Ненавистный. Видеть воочию, как женщину, которую он любил, использовали в качестве горничной на глазах у Гучинги, но он не осмелился остановить это. Было ли в этом мире что-то более безумное, чем это? В этот момент Чуха не мог дождаться, чтобы разрубить Гучинга тысячей мечей, разбить его тело на 10 тысяч кусков, превратить его кости в пепел и уничтожить его тело и дух. Только тогда он сможет решить эту ненависть. Он ушел в павильоне, чувствуя, как аурачуха уходит, Гучинги спокойно улыбнулся, а затем махнул рукой. Стой, в этом нет необходимости, ты можешь вернуться. Он легко сказал ошеломленному Тан Ваню. Мисс Ван, предоставьте эту работу горничной мне. Цзи Цин Сюань тоже была умна, поспешно шагнула вперед и улыбнулась. Увидев выражение лица Гучинги, она поняла, что Гучинги на самом деле не интересовался ею. Тан Ван беспокойно посмотрел на Гучинги, чувствуя себя немного подавленным, скучный. Однако Гучинги только покачал головой и не собирался ничего объяснять. В этот момент в его сознании система лихорадочно подсказывала. Это был приятный процесс сбора ценности судьбы и очков удачи. Конечно, он знал, что Чуха совсем не рад и даже хотел напасть на него. С самого начала, когда Тан Ван приехала в Древнее Королевство Алых Птиц, Гучинги догадалась, что она уговорит Чуха. С характером Чуха в его сердце должны были быть сомнения, и после того, как они породили сомнения, это должно было произойти. В таком случае Гучинги просто хотел помочь ему и дать ему понять благие намерения Тан Ваня. Конечно, Гучинги на какое-то время подлил масла в огонь. Не только дать Чуха понять, что Тан Ван не предала его, но и дать Тан Ван почувствовать, что она помогла Чуха. Это было совсем несложно. Что касается только что, он просто хотел воспользоваться возможностью, чтобы нарушить душевное состояние Чуха. В конце концов, как сыну удачи, ему повезло чуть больше, чем обычным людям. У него были все недостатки, которыми он должен обладать. Однако Гучинги был немного удивлен тем, что Чуха был настолько терпимым, что также позволило ему проверить практический результат Чуха. Пропорция Тан Ваня к его очкам удачи была выше, чем у древнего королевства Алая Птица позади него. Пока он не сделал ничего более вопиющего с Тан Ванем, Чуха мог терпеть это. Это так терпимо, но его лицо зеленое, как и ожидалось. Гучинги вдруг не смог сдержать смех. Не волнуйся, я не скажу Чуха, что сегодня произошло. У меня нет такого дурного вкуса. Затем Гучинги махнул рукой и сказал Тан Ваню уйти. Что касается того, как Чуха встретится с Тан Ванем в следующий раз, он не думал об этом, и ему не нужно было об этом беспокоиться. В конце концов, Чуха был сыном удачи. Даже если бы он стал свидетелем всего этого своими глазами, стал бы он откровенно противостоять Тан Ваню. Это было невозможно. Чуха пришлось притвориться неосведомленным. Он должен был носить шляпу честного человека. Цзэян небесный король так долго прыгал вокруг, пришло время напасть на него. После того, как вопрос с этой стороны был на время решен, Гучинги начал рассматривать вопрос небесного короля Цзэяна. Как младший брат старшего брата Циньвуя, вернувшегося с девяти небес, он был более или менее полезен. Более того, с самого начала у Гучинги был план борьбы с небесным королем Цзэяном, в котором он собирал еще один лук пари. Кроме того, Цзэнги, кажется, недавно появился в древнем королевстве Сюянью, что принесло много неприятностей небесному королю Цзэян. Кроме того, были наблюдатели, которые сообщили, что небесный король Цзэян заметил подсказки и следы наследника демонического искусства и проследил его на территории древнего королевства Сюянью на всем пути. Это была прекрасная возможность для Гучинга сделать ход. Цзэнги ничуть его не разочаровал. Гучинга раздумывал, стоит ли обращаться с ней лучше, когда он увидит ее в следующий раз. Расстояние между древним королевством Алая Птица и древним королевством Сюянью очень близко. Так уж получилось, что Цзэян не находится в древнем королевстве Сюянью. Затем Гучинга снова ушел. На этот раз его уход был более скрытным, чем в прошлый раз. Сначала он привел множество последователей к месту, где разразилось бедствие абсолютного небесного вымирания, а затем в одиночку вошел в глубины. Конечно, он, должно быть, сбежал в пустоту по пути и решил повернуть назад. Таким образом, почти все гении знали, что он ведет многих последователей, чтобы убить существ небесного вымирания. Такое очевидное алиби все же требовалось, даже если никто не смел сомневаться в нем. Гучинга любил быть цельным и не оставлять изъянов во всех своих договоренностях. В то же время древнее королевство Сюянью, которое находилось недалеко от древнего королевства Алая Птица, не было мирным. Многие молодые гении оказались в опасности и были обеспокоены и не осмеливались действовать в одиночку. Наследник демонического искусства показал себя, и несколько гениев уже пострадали от их ядовитых рук. Способы смерти были почти одинаковыми. Все они были стерты со своего происхождения, и на месте не осталось никаких следов. Все это доказывало, что наследник демонического искусства действительно замешан в их команде. Многие молодые гении, последовавшие за королем шести корон и небесным королем Цзэйян, сожалели об этом. Естественно, о силе наследника демонического искусства больше говорить не приходилось. Это был безжалостный человек, который мог сбежать от Гучинги. Даже если это был небесный король Цзэйян, было подсчитано, что он не обязательно мог быть противником наследника демонического искусства. В этот момент в тихом особняке бессмертная энергия была туманной, духовная энергия была плотной, а бассейн духов почти расплавился. На медицинском поле неподалеку были посажены всевозможные волшебные цветы и священные лекарства, а лучи солнца переплелись, выглядя очень ослепительно. Было также много благоприятных зверей, добывающих пищу в области медицины, поскольку они иногда смотрели на молодого человека в серой одежде, сидящего со скрещенными ногами на голубом камне неподалеку с интимным взглядом. Король шести корон, ранее известный как Цзюнья. После раскрытия своего истинного лица он выглядел очень обыкновенно, и между ослепительным блеском был большой разрыв. Среди шестого поколения сверстников он был несравненным гением с острыми краями. Просто очень немногие культиваторы знали его настоящее имя, не говоря уже о тех, кто видел его истинное лицо. Потому что гении той же эпохи, что и он, давно уже исчезли, либо в уединении, либо погребены в предыдущей битве. Даже те, кто выжил в ту эпоху, были предками крупных родов, а те, кто были стары, не двинулись бы с места. Он был древним уродом, который был не в ладу с этой эпохой. Чтобы стать сильнейшим, он не раздумывая несколько раз запечатывал себя, лишь бы найти сильнейшего противника. В этой жизни у него снова появилось желание сразиться с Гучингой. Брат сказал, что тебя подставили. Я в это не верю. Шестикоронный король слабо улыбнулся. Перед ним стоял молодой человек, выглядевший очень героически. Героический юноша был высокого роста, и его волосы, казалось, горели, но в его глазах сверкали золотые руны, словно он был сыном солнца. Это был Иншуан, который смешался с командой небесного короля Цзияна после того, как замаскировался. Первоначально он планировал найти возможность найти небесного короля Цзияна и сотрудничать с ним, чтобы вместе разобраться с Гучингой. Но теперь многие молодые гении в древнем королевстве Сюаньву были тайно убиты наследником демонического искусства, и их происхождение было поглощено. Его план не мог не быть сорван и прекращен. Иншуан не знал, какой метод использовал Гучингой, чтобы заполучить древнее королевство Сюанью и свалить вину на него. По логике вещей, Гучингой теперь находился в древнем королевстве Алых Птиц. Как он мог отправиться в древнее королевство Сюанью, чтобы совершить убийство, но там было еще много молодых гениев, попавших в аварию. За это время многие искали наследника демонического искусства, и Иншуан не беспокоился, ведь он не был истинным наследником демонического искусства. Он не боялся, что его метод маскировки раскроется. Но он не ожидал, что шестикоронный король узнает его личность. Это заставило Иншуана чувствовать себя неловко, и у него не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и последовать за королем шести корон в его особняк. Тогда как ты можешь мне доверять? Иншуан сказал низким голосом, золотые руны вспыхнули в его глазах, даже если он был фальшивкой. Он показал свое величество как принц Ин. Вы сказали, что настоящим наследником демонического искусства на самом деле является Гучингой. Каковы доказательства? Насколько я знаю, Гучингой сейчас находится в древнем королевстве вермиллеонных птиц. Хотя это не очень далеко от древнего королевства Сюанью, он сбегает и прибывает сюда, чтобы совершить убийство. Как вы думаете, это может произойти? Шестикоронный король говорил легко, его лицо было очень обычным, но его слова были очень уверенными и спокойными, и у него была неоспоримая осанка. Я не знаю, как он это сделал, но человеком, который подставил меня, определенно был Гучингой. Иншуан сказал низким голосом, что он никогда не сомневался в этом от начала до конца. Кроме Гучингой, он не мог найти никого, кто бы так с ним обращался. Конечно, на поле битвы небесного вымирания Гучингой послал нескольких культиваторов Великого Священного Царства, чтобы поставить пьесу перед всеми, и с тех пор он так и не смог избавиться от этого темного титула. Для ваших слов нет никаких оснований. По-моему, вы главный подозреваемый. Шестикоронный король слабо улыбнулся, демонстрируя ни с чем не сравнимую уверенность. Однако, не волнуйся, я не буду разоблачать тебя, как наследник демонического искусства, не подведи меня. Ты еще слишком слаб, а не мой противник. Надеюсь, ты дорастешь до того дня, когда у тебя желание бороться со мной, ведь он взмахнул рукой, и слои ослепительных рун наполнили воздух, словно дождь света, а фигура Иншуан исчезла в следующее мгновение и появилась за пределами особняка. Настолько сильным. Этот метод заставил выражение лица Иншуана резко измениться, и он был очень напуган. Это был другой монстр. Эта сила определенно была намного выше небесного короля Цзэян. Его настроение было немного мрачным. После того, как он узнал его, он настаивал на том, что не является наследником демонического искусства. Но даже поспорить не было возможности. Выйдя из особняка, Иншуан бродил по улицам имперской столицы Сюанью с неприглядным лицом. Он обнаружил, что даже старый Мо больше не заботится о нем, и это почти бесполезно, даже если он снова появится. Я слышал, что Цзэян искал след наследника демонического искусства и уже ушел. Если это действительно Гучинги, Цзэян может быть в серьезной опасности. Выражение его лица стало более серьезным. В результате на одного человека, имеющего дело с Гучинги, станет меньше. Не кажется ли, что это долгий путь? Внезапно выражение лица Иншуана изменилось, и у двери чердака впереди он увидел знакомую фигуру, идущую к нему. Это потрясло его, глаза расширились. Он не мог представить, как он мог встретить ее здесь. Это так называемая судьба. Сердцебиение Иншуана было быстрым. Он вспомнил дни, когда еще кормил лошадей. Если бы не жалость барышни, он бы давно умер от голода на улице. По сравнению со днями страха и сейчас он обнаружил, что дни раньше были намного комфортнее. Иншуан думал, что в этой жизни у него никогда больше не будет возможности увидеть ее снова. Но он действительно не ожидал, что сможет снова увидеть ее в имперской столице Сюаньву. Должно быть это судьба. К сожалению, я просто уличная крыса, на которую сейчас все кричат, и для нее я просто незнакомец, которого она никогда раньше не видела. Госпожу Иньмы однажды спас Гучинги. Она до сих пор не знает истинного лица Гучинги. Я должен найти подходящую возможность, чтобы напомнить ей. Иншуан подумала про себя и не могла не сжать кулаки. Во время пребывания на древнем бессмертном континенте Иньмы столкнулась с наследником демонического искусства. По его мнению, это было абсолютно неотделимо от Гучинги. Благодаря этому Гучинги даже заработал хорошую репутацию и завоевал восхищение Иньмы. Если я буду действовать опрометчиво, госпожа Иньмы неизбежно заподозрит меня. Я должен найти подходящий способ. Иншуан погрузился в размышления и, в конце концов, решил использовать самый простой и легкий путь. В конце концов, когда он кормил лошадей, он помнил множество предпочтений и темперамента Иньмы и знал, что ей нравится. Пока он полагался на эти методы, он считал, что сможет познакомиться с Иньмой. Думая так, Иншуан направился к павильону впереди, намереваясь сначала взглянуть на цель Иньмы и приехать в древнее королевство Сюанью. Мисс, за вами стоит молодой гений, который, кажется, следит за вами. Услышав напоминание горничной, Иньмой улыбнулась и махнула рукой. Не волнуйся, пусть он следует, но давайте посмотрим, какова его цель. Несмотря на это, она не могла не думать о приказе Гучинги. Это должен быть тот принц Ин, бедный козел отпущения. Улыбка Иньмы, конечно, показалась посторонним, немного жалкой, в ней не было ничего необычного. Она выбирала что-то вроде горничной рядом с ней. Древний город Цинлун, небо было темным. В каменной комнате Гусиньер нахмурилась в знак. Она изучала костяную книгу, которая была у нее в руке. На нем было много странных рун, похожих на маленькое золотое солнце, которое было чрезвычайно ярким. Она сказала себе немного раздраженно. Это нерушимое тело Будды, превратит ли оно людей в такую бронзовую статуэтку с золотым светом, сияющим, как кто-то, облитый золотой водой. Думая о том, как она в конечном итоге станет такой. Ей было немного неохотно совершенствоваться. В конце концов, с ее бессмертным образом она превратится в золотую бронзовую фигуру в мгновение ока, и Гучинги может даже не узнать себя. Гусиньер не могла не вздохнуть, и, в конце концов, она могла только принять костяную книгу и не планировала ее культивировать. Конечно, она его точно не выбросит, а могла бы просто найти место, где его разложить, чтобы не привлекать большое количество земледельцев. В конце концов, это был метод очищения тела высшего уровня. Она не могла понять, как, черт возьми, у нее появилась такая возможность во время этого суда. Напротив, навык до зеленой луны, полученный Ценсиаи, заставил Гусиньер немного растрогаться, думая о том, как использовать навык до зеленой луны в ее руке с этим методом тренировки тела. Нет, заменили. В этом испытании, хотя их было всего трое, было на удивление легко. Они даже нашли древнюю пещеру земледельца в том месте, где разразилось бедствие. В ней было ровно три возможности, ровно по одной на каждого человека, ни больше и ни меньше. В то время Гусиньер не знала, что нефритовая палочка в ее руке будет методом очищения тела, иначе она бы не захотела этого, даже если бы умерла. Гучинг пообещал, что придет на помощь, но его даже никто не видел. Конечно же, Гусиньер тихо пробормотала, думая о Гучинге. Несмотря на то, что она сказала это, она также знала, что им не нужна помощь Гучинге в этом суде. Это было просто немного возмутительно. Из-за местности древнего королевства Цинлун перед ними было несколько других древних королевств, и их можно было считать большой защитой. Но действительно ли Гучинге был равнодушен? Ну, на самом деле, она все еще хотела увидеть Гучинге, и ей здесь было немного скучно. Бум. Однако в это время из-за пределов каменной камеры внезапно возникло ужасающее колебание, как будто тяжелая волна ударила прямо в нее. Гусиньер ясно чувствовала это, даже если оно было ограничено слоем информации. Что случилось? Это направление? Может быть, оно из места Цинся и Цинфына? С ними что-то случилось? Прежде чем она успела подумать об этом, Гусиньер вспыхнула, вышла из каменной комнаты и бросилась к тому месту, откуда только что исходили колебания. Над небом Гусиньер только успела разглядеть смутную фигуру, которая, казалось, открыла космический канал и была готова уйти. В его руках была коматозная девушка. Это был Цинся и... Стой. Опусти ее. Увидев эту сцену, Гусиньер мгновенно все поняла и холодно закричала. В то же время она достала нефритовый меч и взмахнула им в небо. Видений было много, и священные руны были яркими, отражая светлую ночь. Но расплывчатая фигура только что сделала случайный выстрел, ужасающая сила была сокрушена, руна была сломана, нефритовый меч отлетел назад и упал прямо на землю. Священное царство. Гусиньер нахмурился и снова использовал божественное оружие, это было квазисвященное оружие, но боевое копье. Свет осветил небо, и одним ударом пустота рухнула, раскрыв ужасающие трещины и показав силу ужаса. Однако фигура казалась очень нетерпеливой, и его пальцы сомкнулись вместе, приняв форму меча и указав прямо на ее квазисвященное оружие. Со щелчком боевое копье внезапно треснуло, рассыпалось на сотни осколков и упало с неба. На мгновение это было похоже на метеоритный дождь, пронесшийся по небу, выглядя чрезвычайно великолепным и ярким. Однако казалось, что он намеренно избегал Гусиньер и не ударил ее. Это немного смутило ее, но это сомнение быстро рассеялось. В это время она не могла слишком много думать, опусти ее. Фигура Гусиньер взлетела в небо, ее тонкий и маленький кулак, похожий на резьбу по нефриту, содержал беспрецедентную силу, когда он внезапно врезался в размытую фигуру, пытаясь спасти Ценсяи. Но метод противника был по-прежнему очень прост, всего лишь взмах рукава, пустота перед ним размылась, портал открылся, и он вошел прямо в него, исчезнув в одно мгновение. Мощный удар Гусиньер можно было только пропустить, из-за чего она очень сопротивлялась. Ненавистно Ценсяи похитили. Мне нужно связаться со старейшинами истинной бессмертной академии. Ценсяи – их головная боль. Подумав об этом, Гусиньер достал нефритовый талисман и планировал связаться с истинной бессмертной академией. Когда это произошло, она не очень беспокоилась о том, что старейшины обвинят ее в плохой защите. Просто она все еще чувствовала себя немного виноватой. Если бы она была сильнее, или если бы она была немного более решительной и использовала остальное божественное оружие, она могла бы спасти Ценсяи. Может ли быть так, что человек, похитивший Ценсяи, хочет ее бессмертное тело? Гусиньер нахмурилась и внезапно подумала о брате Ценсяи, Ценфыне. Однако, по ее мнению, Ценфыну должно было быть хуже, когда такое случилось. Вскоре Гусиньер вспыхнула и появилась во дворе Ценсяи Ценфына. Здесь она увидела, что тело Ценфына было почти уничтожено, повсюду были забрызганы пятна крови, и казалось, что жизненных сил не осталось. Я пришел слишком поздно. Гусиньер чувствовала себя немного виноватой, но вскоре выражение ее лица слегка изменилось, и она была немного удивлена. А, нет, еще есть след жизни, как он еще жив во. Двор налетели темные тучи, покрывая окрестности, делая обстановку еще более безлюдной. Сильный запах крови наполнил воздух, заставив лица многих культиваторов, услышавших шум, быстро измениться. В высоком небе божественные огни возникали один за другим с очень большой скоростью, несясь со всех сторон. Лидером был лорд Древнего Королевства Ценлун и другие. Как только они услышали движение здесь, они бросились в спешке и запаниковали. Но они никак не ожидали увидеть такую сцену. Давай, давай, что-то не так, идет вражеская атака. Лицо владыки Древнего Королевства Ценлун побледнело. Увидев эту сцену, он почувствовал лишь головокружение и поспешно вызвал врача. Ценфын и Ценсяй были братьями и сестрами, хотя за ними не стояло большой силы. Однако проявленный ими талант привлек внимание многих старейшин Истинной Бессмертной Академии. Если с ними что-то случится здесь, это будет бесполезно для него, Повелителя Королевства. Теперь он мог только надеяться сначала спасти жизнь Ценфына. Если произойдет что-то подобное, старейшины Истинной Бессмертной Академии определенно будут предупреждены. Аура только что была, по крайней мере, от культиватора Священного Царства. Как со способностями Древнего Королевства Ценлун можно было победить убийцу в Священном Царстве. Однако что заставило Короля Ценлуна почувствовать облегчение, так это то, что Гусеньер была цела и невредима, спокойна и холодна. С бессмертным трепетом воздуха стояла там, и с ней ничего не случилось. Больше всего его беспокоила авария с Гусеньер, зная, кто стоит за ней. Если бы она хоть немного пострадала, то все древние королевства Ценлун, вероятно, было бы уничтожено, и этого было бы недостаточно, чтобы успокоить их гнев. Мисс Синьер, слава богу, вы в порядке. Король Ценлун облегченно улыбнулся. Гуссиньер кивнул и не ответил. В ее глазах мерцали руны и вспыхивал божественный свет, внимательно глядя на положение Ценфына. В этот момент, хотя Ценфын, казалось, был весь в крови, он был готов взорваться. Его жизненная сила тоже была крайне слаба, как свеча на осеннем ветру, которая могла погаснуть в любой момент. Но был туманный блеск, оберегающий его сердце и душу. Если бы не сильное восприятие Гуссиньер, все бы подумали, что он мертв. Что это? Гуссиньер была немного озадачена и удивлена, и ее глаза упали, только чтобы увидеть, что в руках Ценфына была похожая на бутылку вещь, которая слегка сияла. Текстура была очень простой и немного ржавой. Хотя он был запачкан кровью, он все равно выглядел необычно. Может быть, эта таинственная бутылка защитила жизнь Ценфына? Удивление Гуссиньер было не без причины. Таинственный человек, похитивший Ценсяи, был очень могущественным, по крайней мере, на уровне Священного Царства. Ее боевое копье квазисвященного уровня, после того, как она призвала ее, могло, по крайней мере, бороться с существованием Священного Царства. Но под случайной атакой пальца таинственного человека он треснул и разлетелся в дребезги. Такая ужасающая сила была не так проста, как Священное Царство. В конце концов, Ценфын уже давно не был на пути совершенствования. Его сила не была даже в Царстве Великой Силы. Не говоря уже о ладони Священного, она не выдержит даже малейшего его давления и тут же взорвется. Хотя аура, обнаруженная таинственным человеком, находится в Священном Царстве, его сила определенно не только в Священном Царстве. Он, скорее всего, древний урод. Гуссиньер догадывался, как обычный культиватор Священного Царства мог обладать такой силой. И что ее немного озадачило, так это то, что после того, как другая сторона напала, он намеренно избегал ее. Возможно, он знал кого-то, но кто придет, чтобы забрать Ценся и происхождение бессмертного тела? Может ли это быть кто-то связанный с наследником демонического искусства? Но недавно я слышал, что в Древнем Королевстве Сюаньву существует наследник демонического искусства. Похоже, на этот раз Ценся и может оказаться в серьезной опасности. Гуссиньер вздохнула с сомнениями в сердце. Она могла только увидеть, сможет ли она что-то узнать после спасения Ценфына. В противном случае Ценся и был бы потерян, что было очень трудно найти. Но впору рассказать об этом Гучинге. Тогда перед всеми старейшинами он поклялся гарантировать безопасность Ценся и братьев и сестер. Но теперь один из братьев серьезно ранен, а жизнь другого и смерть неизвестна. Могли ли это сделать некоторые из врагов Гучинге? Она догадывалась в своем сердце, но без доказательств было трудно что-то сказать. Позже прибыла группа врачей из древнего королевства Ценлун и планировала сначала вылечить Ценфына. Говоря об этом, ранение Ценфына было чрезвычайно смертельным, и было очевидно, что у другой стороны было намерение убить. Однако он выдержал ладонь священного царства и не умер, и остался еще лучик жизни, что потрясло врачей. Его сердце защищено таинственной силой, а душа почти рухнула, но в конце концов и она была защищена этой силой. Это действительно странно. Они выглядели пораженными, они видели много ранений, но такое они видели впервые. Если бы не его удача против неба, то это было бы потому, что его жизнь не должна была закончиться, и даже небеса не могли принять его. Эта маленькая бутылочка немного странная. Это был кто-то с острым взглядом, который увидел причудливую маленькую бутылку в руках Ценфына, но не задумался. У них не было зрения Гусиньер, поэтому, естественно, они не могли понять тайну этой маленькой бутылочки. Гусиньер не придал этому большого значения. Хотя она была скупа и любила шлепать людей соком, это не означало, что она воспользуется ситуацией. В это время ее главной заботой была безопасность Ценся и Ценфына. Это испытание в древнем королевстве Ценлун было эквивалентно тому, что она взяла на себя инициативу. Будучи старшей сестрой, она даже не могла защитить их обоих, из-за чего ей стало немного не по себе. Если бы это был Гучинги, Ценся и Ценфын вообще не попали бы в аварию, а напавший загадочный человек, возможно, даже не смог бы сбежать. Я все еще слишком слабо. Она была немного расстроена. Ее много раз били перед Гучинги, но она не ожидала, что сможет победить даже таинственного человека. Гусиньер действительно сомневалась, что группа мастеров в Персиковой деревне лгала ей. Говорили даже, что ее сила могла легко смести сверстников в будущем и была непобедима в мире. Даже она сама не поверила. После этого она колебалась, но все же проявила инициативу, чтобы сообщить об этом Гучинги, надеясь, что Гучинги найдет какое-то решение. Но вскоре загорелся коммуникационный талисман, в тот момент, когда она сообщила Гучинги о том, что здесь произошло. Были новости со стороны Гучинги. Это немного удивило Гусиньер. По логике вещей, Гучинга обычно не беспокоила одна вещь. Почему ты такой вздор? Ты даже с двумя людьми не справишься. Но она не ожидала, что первое предложение Гучинги будет пощечиной. Гусиньер немного рассердилась, поэтому чуть не бросила коммуникационный талисман себе в руку. В это время, разве ты не должен заботиться о ней в первую очередь? В конце концов Гучинги даже отругал ее. Я скоро буду здесь. Но когда она услышала следующую фразу Гучинги, она немного сдалась и промычала носом. Я только что сказала тебе об этом, кто просил тебя прийти сюда. Если вы можете избавить меня от слабины, зачем мне беспокоиться? После того, как Гучинги сказал это, он раздавил нефритовый талисман связи в руке и, естественно, не мог слышать болтовню Гусиньер. Он взглянул на Цинсяи, которая лежала в его руке без сознания. Затем пустота перед ним снова расплылась. Он шагнул в нее и вскоре исчез за пределами территории древнего королевства Цинлун. Со стороны Гусиньер он также знал, что Цинфын не умер. Конечно, это было в его ожидании. Если бы Цинфын был убит в это время, кто бы свидетельствовал? Когда он начинал, то намеренно скрывал свои следы. С одной стороны, он беспокоился, что Цинфына случайно убьют. Конечно, Гучинги знал, что у него в руке небесная бутылка. Что касается божественного оружия Цинфына, защищающего его, то не должно быть проблем, чтобы заблокировать атаку в критический момент и спасти ему жизнь. Для этой игры в шахматы он без остановок путешествовал из древнего королевства Алая Птица, но с его нынешней скоростью это не заняло много времени. Когда он был в пути, он сливался с виртуальным пространством и в одно мгновение преодолевал тысячи миль. Даже небольшая телепортационная формация не была такой быстрой, как он. Теперь ему нужно было думать о том, как найти подходящее место, чтобы сначала поместить туда Цинфын. Если у меня будет достаточно времени, я могу использовать технику наведения фруктов ДАА, чтобы сначала узнать происхождение ее бессмертного тела. В ладони Гучинги появилось плотное сияние, а затем оно проявилось во слепительно маленьком деревце с различными правилами и рунами, мерцающим и извергающим различные сияния. На саженце оно плодоносило. Один из плодов был обвит пурпурной аурой первозданного хаоса, которая была несравненно таинственной. Гучинги посмотрел на бессознательного Цинфея, и в его глазах вспыхнул странный цвет. Сразу после этого кристально чистый плод на маленьком деревце отвалился, превратился в шар света, упал на лоб Цинфея и мгновенно слился с ним. И вскоре прошло три дня. То, что произошло в Древнем Королевстве Цинлун, сначала не передавалось, а распространялось лишь на небольшой территории. В конечном счете, это было потому, что рядом с Древним Королевством Цинлун было слишком мало гениев. Но Гусиньер активировала нефритовый талисман и рассказала об этом Гучинги. Только когда Цин Сяй была похищена, она распространилась среди гениев истинной бессмертной академии, вызвав бурю негодования. Гучинги, который был далеко в Древнем Королевстве Алая Птица и решал бедствие абсолютного небесного вымирания, вернулся как можно скорее, а затем отправился в Древнее Королевство Цинлун со своим народом. Многие молодые гении и древние фрики следили за каждым движением Гучинги. Некоторые люди видели, как он покинул Древнее Королевство Цинлун и, спросив еще раз, узнали всю ситуацию. Оно передавалось от 10 до 10, и об этом знали почти все гении Древних Королевств, и были крайне потрясены. Цин Сяй и Цин Фэн были особенными в Академии Истинного Бессмертия, и за ними не было никакого прошлого. Однако их способности были очень сильными, что привлекло многих старейшин к борьбе за то, чтобы их приняли в ученики. Теперь, когда произошел несчастный случай с Цин Сяй, в глазах многих молодых гениев появилось даже некоторое злорадство. Они слышали, что ее телосложение было особенным. А недавно появился наследник демонического искусства, и многие люди моментально подключились, догадываясь, будет ли он иметь отношение к наследнику демонического искусства. Многие гении в Древнем Королевстве Сюаньву пострадали от наследника демонического искусства. Могло ли быть так, что в это время наследник демонического искусства отправился в Древнее Королевство Цинлун? Наследник демонического искусства В особняке, где сияли солнечные лучи и царила бессмертная атмосфера, король шести корон, Цзюнь-Я, сидел, скрестив ноги, на голубом камне Выражение его лица было немного задумчивым, и он вдруг подумал о ком-то, конечно, не о наследнике демонического искусства В конце концов, в день аварии Цэн-Сиа и он только что видел Иншуана Даже если бы у Иншуана было два крыла за спиной и он мог путешествовать в виртуальном пространстве, было бы невозможно забрать Цэн-Сиа из-за такой короткий промежуток времени Поэтому молва о наследнике демонического искусства извне, по его мнению, была не по делу На самом деле это сделал кто-то другой Это не дело рук наследника демонического искусства, но оно должно быть неотделимо от него Цзюян отправился в погоню за наследником демонического искусства, но сам Иншуан ни на полшага не отошел от древнего царства Сюанью Тогда кого он преследует, это интересно Они вдвоем оказались командой Неудивительно, что Иншуан такой смелый и беспринципный Техника небесного короля Цзюяна по спасению от золотой цикады кажется очень совершенной Цзюнь-Я рассмеялся, а затем снова закрыл глаза Не беспокоясь больше, он все это видел ясно, но ему было лень указывать на это Наследник демонического искусства Иншуан обладал такой способностью, что тайно объединил силы с небесным королем Цзюяном Он немного недооценил Иншуана С такими способностями он заслуживал того, чтобы быть фигурой, которая могла сбежать от Гучинга В это время все держат в неведении Интересно, может ли Гучинга все это видеть? Цзюнь-Я что-то бормотал, но в его сердце было какое-то смутное ожидание Если бы Гучинга не мог этого понять, он был бы немного разочарован По его мнению, этот великий враг был слишком слаб Наследник демонического искусства Ты хочешь снова свалить вину на меня? Нет, шестикоронный король видел меня своими глазами в тот день, так что он может полностью доказать, что это сделал не я С другой стороны, Иншуан, естественно, узнал об этом Сначала он тоже был очень шокирован, но после реакции выражение его лица стало крайне уродливым Ведь, судя по пройденным всеми словам, все они подозревали, что это происшествие устроил наследник демонического искусства То есть необъяснимым образом он взял на себя другую вину У нас с Гучинга нет обид или вражды, почему он снова и снова подставлял меня? Даже шестикоронный король знает, что это сделал не я Думая об этом, Иншуан почувствовал себя крайне огорченным, сердитым и нежелающим, и крепко сжал кулаки Но он ничего не мог с этим поделать, даже полпредложения Вы следили за моей госпожой все эти дни? Что-то не так Однако в этот момент в ухе Иншуана прозвучал холодный женский голос Он внезапно пришел в себя и посмотрел на красивую девушку, идущую рядом с ним Я, Иншуан на какое-то время был немного ошеломлен, а потом понял, что сейчас находится у прилавка на улице Девушка, одетая горничной, злобно посмотрела на него Иншуан не ожидал, что Инь Мэй заметит его, даже после того, как он был так осторожен Недалеко Инь Мэй нахмурилась и посмотрела на него подозрительно и осторожно На самом деле я неплохой человек Иншуан честно улыбнулась и коснулась своего носа Разве ты неплохой человек после того, как преследовал нашу юную леди? Глаза у служанки были нехорошие, тело ее сильно волновало Сияли божественные руны, и казалось, что она вот-вот шевельнется Не нападай, я действительно хороший парень Иншуан поспешно сказал, что не хочет обижать Инь Мэй из-за таких пустяков, которые сделают ее несчастной Сядь Жу, позволь ему подойти Инь Мэй, который был недалеко, открыл рот и вздохнул Я тоже думаю, что он не должен быть плохим человеком Кажется, я вижу в нем знакомую тень Ее голос не был громким, в нем был вздох и немного беспомощности Но Иншуан все же ее услышал Иншуан был ошеломлен После реакции его глаза расширились, и он был шокирован Он смутно догадался о значении слов Инь Мэй Видела ли она в нем тень бывшего кормильца лошадей? Думая об этом, настроение Иншуан внезапно стало взволнованным и впечатленным Это было так давно Мисс Инь Мэй все еще не забыла его, даже если он был всего лишь скромным мальчиком-кормильцем В этот момент Иншуан не знала, какое у нее настроение Как тебя зовут? Ты гений истинной бессмертной академии? Голос Инь Мэй прозвучал снова, и Иншуан не мог не прийти в себя Он был ошеломлен на мгновение, и он не знал почему, но он таинственно покачал головой Нет, он пытался успокоить свое волнение Он вспомнил, когда мисс Инь Мэй в последний раз спросила его имя Над ним издевались люди, и он чуть не умер на улице Я больше не тот маленький слуга, которым был раньше Я могу стоять прямо перед мисс Инь Мэй Я дам ей знать, кто действительно хорош для нее в этом мире Иншуан был в неспокойном настроении, и после нескольких поворотов он, наконец, смог поговорить с Инь Мэй в прямой манере Не так ли? Инь Мэй выглядела разочарованной и покачала головой Если ты не гений истинной бессмертной академии, зачем ты здесь? Иншуан на некоторое время потерял дар речи Если бы он не был гением академии истинных бессмертных, почему он был бы здесь? Другого пути не было, он мог только стиснуть зубы и сказать Вообще-то я гений истинной бессмертной академии, который пришел сюда на испытание Я знала существование небесной девы Инь Мэй давным-давно, и я восхищался ею в моем сердце, так что Вот почему ты преследовал меня в темноте, верно? Инь Мэй слегка прервала его Ради вашей откровенности я не буду привлекать вас к ответственности сегодня Не позволяйте мне видеть вас снова в будущем После этого она планировала уйти Услышав это, Иншуан внезапно ошеломился, стоя там и спокойно наблюдая, как Инь Мэй уходит Но его настроение совсем не было спокойным Когда он раньше был мальчиком, кормящим лошадей, он очень хорошо знал характер Инь Мэй Если бы она действительно была зла, она бы не позволила ему уйти в целости и сохранности То есть она на самом деле не злится на мои действия Это должно быть потому, что она чувствует, что я немного фамильярен Так что в сердце Инь Мэй предыдущей я действительно имел некоторый вес Думая об этом, Иншуан внезапно почувствовал, что вполне допустимо быть выставленным наследником демонического искусства Нынешняя его жизнь была уже не та, что была раньше, и теперь она была туманной и мрачной Древнее королевство Ценлун больше не было мирным В пустоте произошли колебания, и после размытия появился портал Старейшины истинной бессмертной академии, получившие известие, наконец прорвались через пространство и бросились туда Там было три человека, двое мужчин и одна женщина, и все они были очень стары У ворот дворца Гусиньер, король Ценлуна, и другие уже давно ждали Сюда пришли трое Гусиньер была немного удивлена и посмотрела в далекое небо, но по-прежнему не видела Гучинга Здравствуйте, старейшины Король Ценлуна и другие поспешно вышли вперед, чтобы поприветствовать его Не будь слишком вежливым Среди них старуха махнула рукой и сказала легкомысленно Ее звали бабушка Инхуа Она была одета в цветастую мантию и опиралась на трость с головой дракона Ее серебристые волосы были тщательно причесаны В этот момент ее лицо выглядело очень уродливым Она была очень оптимистична в отношении Ценся и даже сражалась с несколькими старейшинами, чтобы конкурировать за нее Услышав эту внезапную новость, она на какое-то время не могла отреагировать Она не могла представить, кто был бы настолько смел, чтобы забрать Ценся и во время их суда Двое других старейшин были в том же настроении, что и бабушка Инхуа Хотя они были крайне потрясены, взволнованы и рассержены, они не смели обвинять Гусеньер В подобных вещах, хотя Гусеньер не могла защитить ее как старшую сестру Гучингой была за ней, кто осмелится легко обвинить ее Но ей это тоже не понравилось Гусеньер, естественно, знала причину, но ей было лень что-то говорить, и она выглядела холодной Она сделала все, что должна была сделать, чтобы спасти Ценфэн в эти дни Она также пожертвовала несколькими очень ценными божественными лекарствами После этого все прибыли во дворец, где совершенствовался Ценфэн После попытки спасения, предпринятой многими старыми врачами из древнего королевства Ценлун Ценфэн остался на одном дыхании, хотя и оставался без сознания Когда прибыли трое старейшин, он все еще подсознательно тянулся вперед, как будто хотел спасти свою сестру Выражение лица Гусеньер было холодным и спокойным Она заметила эту деталь и слегка приподняла брови Ситуация в то время должна была быть такой, что Ценфэн заметил, что Ценся и внезапно увели А затем изо всех сил попытался выгнать ее Итак, таинственный человек ударил его ладонью, не только разбив телохранителя, защищавшего Ценфэна от старейшин Но и чуть не забив его до смерти Колебания, которые она чувствовала в то время, на самом деле были этой ладонью Из-за ее своевременного прибытия таинственный мужчина не сделал ни одного шага, но без особых затруднений забрал Ценся и Какая жалость С такой травмой я не знаю, как я выжил Трое старейшин вздохнули и быстро проверили раны Ценфэна, хотя были шокированы тем, как он выжил Но причину не нашли У старика в руке таблетка воскрешения девятого ранга, что является выгодной сделкой для этого ребенка Затем старейшина с некоторой болью достал эликсир с девятицветной данксией размером с большой палец Но как только оно появилось, появилась аура, от которой у всех стянулись поры Мало того, что рядом с лечебной пилюлей также появлялись различные видения с летающими бессмертными птицами и божественными горами, казавшимися величественными и неописуемыми Кажется, ты, старик, заработал много денег Выражения двух старейшин рядом с ними изменились, а затем они не могли не сделать глубокий вдох Пилюля воскрешения девятого ранга была эликсиром, который мог быть полезен, даже когда они были серьезно ранены Но вскоре они поняли намерение этого парня, если Ценфэн был спасен из-за этого, а затем нашли Ценся и Она должна быть благодарна за это и, вероятно, будет поклоняться ему как учителю Это заставило их немного сожалеть о том, что такая хорошая возможность была упущена После этого эта пилюля воскрешения девятого ранга была проглочена, что сопровождалось взрывом цветущих разноцветных облаков и множеством переплетающихся видений Даже Ценфэн, который был без сознания, стал ярким и прозрачным Эта таблетка воскрешения девятого ранга действительно творит чудеса Старейшина не мог не показать свою радость Хотя его плоть болела, это было хорошо, чтобы произвести эффект В этот момент слабое состояние тела Ценфэна также восстанавливалось со скоростью, видимо невооруженным глазом, и даже его бледный и бескровный цвет лица постепенно становился розовым и блестящим Она действительно заслуживает того, чтобы быть таблеткой воскрешения девятого ранга С таким эффектом это действительно спасительный эликсир Бабушка Инхуа не могла не восхищаться Напротив, Гусеньер заметила, что на маленькой бутылочке Ценфэна были странные линии И вскоре после того, как таблетка была принята, Ценфэн кашлянул кровью, и его сломанные органы и кости начали восстанавливаться Бессмертная аура переплелась, как пурпурная энергия, затопляя его, заставляя его цвет лица продолжать улучшаться Младшая сестра, отпусти мою сестру Ценфэн внезапно открыл глаза, подсознательно закричал и хотел встать, но из-за того, что рана снова открылась, появилась пронзительная боль Он побледнел и вспотел, поняв, что с той ночи его больше нет во дворе Он действительно жив Гусеньер вздохнула с облегчением, увидев эту сцену Старейшины рядом с ним тоже вздохнули с облегчением Старейшина, который только что вынул таблетку воскрешения девятого ранга, не мог не улыбнуться Все в порядке, все в порядке Мою сестру похитили Однако Ценфэн был вялым и не заметил, что они одинаковы Он все еще не мог сдержать бормотание, крайне беспокойного, паникующего, обеспокоенного Увидев это, бабушка Инхуа нахмурилась Его душа напугана, и ему нужно немного помедитировать Но когда она сказала это, она махнула рукавом, и на Ценфэна упало облако света И Ценфэн, который все еще был немного вялым, постепенно пришел в себя и успокоился Это было заклинание спокойствия Спасибо, старейшины, старшая сестра Сеньер за вашу спасительную милость Ценфэн успокоился и понял, что в это время он не может говорить глупости Поэтому начал рассказывать, что произошло той ночью Он закончил свое совершенствование и собирался заснуть В результате он вдруг почувствовал, что во дворе соседней сестры происходит странное колебание Конечно, это колебание ощущалось не им, а его небесной бутылкой Поэтому он сразу заметил, что что-то не так Когда он бросился туда, то случайно увидел таинственного человека Все его тело было покрыто черными как смоль рунами, а лицо не было ясно видно Он держал Ценфэн, которая была без сознания и собиралась уйти Эта сцена заставила его глаза распахнуться И, не думая об этом, его тело двинулось само по себе, чтобы спасти Ценфэн В результате таинственный человек просто ударил его случайной ладонью А защитный предмет, который дал ему старейшина, взорвался и разорвался на части Его сознание также мгновенно рассеялось В то время, если бы не эта таинственная бутылка, которая помогла мне заблокировать ее Считается, что мое тело и дух были бы уничтожены Ценфэн с горечью сказал, что больше не может скрывать существование таинственной маленькой бутылочки Ведь трое старейшин уже заметили это, когда лечили его Его собственной силой было невозможно заблокировать эту ладонь Иначе это нельзя было объяснить Эта бутылка, бабушка Инхуа удивилась и внимательно посмотрела на маленькую бутылочку Непримечательные линии были предельно просты, покрыты ржавчиной, и в этом не было ничего особенного Эта бутылка, может быть, это небесная бутылка С другой стороны, рядом с ним был другой старейшина Его глаза были как факелы, когда он внимательно узнал его несколько раз, сказал низким голосом и узнал Небесная бутылка семи небесных артефактов Гусеньер также была немного удивлена Она, естественно, слышала о семи небесных артефактах Ходили слухи, что если собрать все семь видов оружия, можно найти бывший бессмертный дворец Он содержал бесчисленные драгоценные возможности Неудивительно, что маленькая бутылочка в руке Цинфына казалась небесной бутылкой, которая, честно говоря, превзошла ее ожидания Однако в это время Цинфын взял на себя инициативу признать это, так что даже если старейшины были впечатлены, они не смогли принять это как свое собственное После некоторого осмотра бутылка была возвращена Цинфыну Таинственный человек сделал решительный шаг в то время Было предсказано, что Цинфын не сможет устоять перед его ладонью, и он умрет в одно мгновение Это также затрудняет нам отслеживание ситуации в то время Тем не менее, давайте попробуем Лампа души Цинсиа и все еще горит, а это значит, что ее жизни ничего не угрожает После этого трое старейшин Верховного Царства появились во дворе, где в то время была похищена Цинсиа, и они использовали свои методы, чтобы проследить сцену того времени Вскоре здесь расстилался мутный хаотичный туман, сопровождаемый различными лучами света и правил Как будто оно пришло к началу мира В небе появились смутные знаки, заставившие людей затрепетать Как раз в тот момент, когда старейшины собирались увидеть таинственного человека, внезапно накрыл ужасающий серый туман Все трое застонали, и их лица побледнели Их словно ударила молния, и они поспешно отступили от этого состояния Это стоило больших усилий, и в конце концов они ничего не увидели Какой метод использует этот загадочный человек? Либо у него есть тайные сокровища на его теле, либо он обладает какой-то сверхъестественной силой, которая может вмешиваться в небесные тайны Некоторые старейшины выглядели крайне торжественно и считали, что это дело очень сложное Независимо от того, какая это была возможность, она показала, что прошлое другой стороны было немалым, и похищение Ценсиаи, должно быть, было заранее обдумано в течение длительного времени А, нет, может быть, есть способ найти таинственного человека в то время В то время, когда все были в растерянности, бабушка Инхуа внезапно сказала, очень уверенно глядя на небесную бутылку Ходят слухи, что бутылка называется небесной бутылкой, потому что она сделана из особого материала, который может максимально поглощать отскок Ее слова привлекли всеобщее внимание В то время небесная бутылка спасла Цинфына Может быть, мы можем попытаться подтолкнуть ее и восстановить атаку того времени Предполагается, что таинственный человек не ожидал, что на теле Цинфына будет что-то вроде небесной бутылки Согласно законам Ауры, содержащейся в этой ладони, мы естественным образом можем проследить, кто это сделал Двое старейшин кивнули и с некоторым восхищением посмотрели в глаза бабушки Инхуа Гусеньер также чувствовал, что этот метод осуществим, и это было действительно еще одним важным моментом Бутылка принадлежала Цинфыну, о чем никто не мог подумать После этого трое старейшин начали работать вместе, намереваясь убедить небесную бутылку восстановить поглощенную ею в то время атаку Гул Ужасающие правила высшего царства пали, пусть это был всего лишь огонек Он был ужасен до крайности, меняя цвет неба, и культиваторы из существа в радиусе 10 тысяч миль не могли не хотеть встать на колени и поклониться В этом месте внезапно поднялась чудовищная атмосфера Потом ржавчина с поверхности бутылки отпала, свинец как бы смылся, она наполнилась ритмом, появился и отразился на ней яркий блеск Сразу после этого большой темный отпечаток ладони сгустился в пустоте, отражаясь в небесной бутылке Колебания сверхъестественной силы сверху сильно изменили выражение лица Цинфына, и он показал глубокую ненависть Правильно, это была эта аура Это была просто такая пощечина, и она чуть не убила меня Ненависть и гнев наполнили глаза Цинфына Как он мог забыть это чувство? Другая сторона просто небрежно шлепнула его, и он чуть не забил его до смерти, как муравья Хотя оно и покрыто темными рунами, изначальная аура другого рода Такая аура происхождения очень редка, нет, не редкость, она должна быть ничем иным, как этой Бабушка Инхуа внимательно посмотрела на большой черный как смоль отпечаток ладони и своим зрением быстро заметила в нем аномалию Но когда она о чем-то думала, выражение ее лица менялось, она немного боялась и не продолжала говорить это Другой старейшина тоже внезапно изменился в лице, а затем решил заткнуться, немного взволнованный, пытаясь успокоиться Как это возможно? Последний старейшина выглядел мрачным и неуверенным, взглянул на Цинфына, глубоко вздохнул и казался очень запутанным и беспомощным Что, черт возьми, происходит? Старейшины, почему вы вдруг стали такими? Цинфын, полный ожиданий, внезапно был ошеломлен Увидев лица трех старейшин, в его сердце поднялась тревога Может ли быть так, что личность человека, похитившего Цинсиаи, была очень благородной, заставившей их так бояться, что они не могли больше ничего сказать Или не могли в это поверить, как это возможно? Глядя на большой черный как смоль отпечаток ладони, глаза Гусиньер сверкнули рунами, много раз делали выводы и, наконец, выглядели удивленными Эта аура почти такая же, как у небесного короля Цзияна, который в тот день сражался против Гучинга Такого рода изначальную силу, кроме него, никто не сможет использовать, верно? После минуты молчания, в это время, она взяла на себя инициативу заговорить, и ее голос был холодным и ровным Гусиньер взглянула на старейшин, которые молчали, и продолжила Кажется, трое старейшин тоже должны были это увидеть Личность небесного короля Цзиян была кандидатом в ученики истинной бессмертной академии За ним стояла великая бессмертная секта, пурпурный особняк Трое старейшин боялись этого и не хотели об этом говорить, что было нормально Даже Гусиньер только что был удивлен, задаваясь вопросом, обидели ли небесного короля Цзияна Но тщательно обдумав это, она также догадалась, что это мог сделать древний урод Кроме того, другая сторона также намеренно избегала ее в то время Думая об отношении небесного короля Цзиян к преследованию ее в то время, Гусиньер также понял это в это время Почему Цзиян небесный король похитил Ценся и Гусиньер не могла этого понять, но она уже сказала это Трое старейшин смотрели друг на друга испуганными глазами и почти не разговаривали О могущественной тайне пурпурного особняка много говорить не приходилось И на этот раз в пурпурном особняке был старый монстр очень древнего поколения Он был очень оптимистичен в отношении небесного короля Цзияна в истинной бессмертной академии и намеревался защитить его Этот старый монстр ни в коем случае не мог сравниться с их высшим царством Ходили слухи, что его существование претерпело самоуничтожение после провала просветления, но он мог вернуться к вершине в любое время, и его сила была непостижима Хотя они сомневались в небесном короле Цзияна, они не осмеливались говорить об этом Они даже не осмелились глубоко задуматься о его намерениях Не было ни обиды, ни ненависти, так зачем ему похищать Цинься и, в конце концов, не было кандидата в ученики с простым прошлым, и его прошлое не следует недооценивать Старшая сестра Синьер, что мне делать? Лицо Циньфына побледнело, но он вовсе не был глуп Услышав то, что сказала Гусиньер, в сочетании с изменением отношения нескольких старейшин, не должен ли кто-нибудь немного объяснить? Цзиян, небесный король, это был древний род, которого поддерживал пурпурный особняк Чудовищным было не только его прошлое, но и непостижимая его сила Он и Цинься и были совершенно бессильны только из-за своих способностей и из-за того, что к ним благоволили несколько старейшин, если они оскорбят небесного короля Цзияна из-за этого Не оскорбят ли они пурпурный особняк за его спиной? Стоило ли я? Гусиньер тоже был ошеломлен В уме она быстро подумала о намерениях небесного короля Цзияна Почему он похитил Цинься и может ли это быть таким же, как в прошлый раз? Цинься и был увезен первым, устроил игру и, наконец, отпущен после того, как получил признание, заявив... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok